С каждым днем на кухне мастер-шеф стает все спекотнейше. Три годыни та сотня шахтарев. Смаш много Донбасс! Підпильна боротьба червоних та синих за перемогу. Я уверена в том, что это был просто заговор. Пожалуйста, быстрей! Эльмира, я тебя, конечно, весьма люблю. Эльмира, быстрей с мясом вози. Зирковый сюрприз. Кому из участников вдастся подкорить Стаса Шуринца справжним кулінарным шедевром? Кулінарная истерика. Кого доведет до слез фінальное випробование наиславших? Запекла битва за звание первого мастер-шефа. Тривая! Участники с нетерпением ждут нового випробования. Разом с ними готовятся до завдания и Даша Мельник. У предыдущей программе девушка получила черного фартуха. Втім, в битве наиславших участи не брали. Началась съемка и начала ужасно сильно болеть. Колодь и тем не будет очень сильно. И начала окружиться голова. С подозрою на гострий апендицит Дашу отправили до лекарни. Тож девушка уникла финальной боротьбы. Побоювання лекарів не подтвердилося. И Даша повернулася на снимальный майданчик. Что я маю из этого привода сказать? Что она артистка. И она артисткой будет до конца проекта играть. Дашу, в минулій программе вы мали разом з іншими выборювати своє право бути у Мастер-Шефа. Проте вам стало погано. Как вы почулаете сегодня? Нормально. Добре. Підійдіть будь ласка до нас. Я повертаю вам черный фартух як знак найслабшого кулинара проекту. В конце программы вам все-таки придется сразиться за место в нашем шоу. В битве проигравших. Вы готовы к этому? Я готова. Хорошо. Возвращайтесь. Спасибо. Я считаю справедливой, что Даше вернули черный фартух. Она его заслужила на предыдущих конкурсах. Поэтому она должна сразиться и доказать на битве черных фартухов то, что она может еще здесь остаться. Я думаю, да, это справедливо, потому что все-таки как бы правила для всех одинаковые. А теперь о приятном. Сегодня к нам на кухню придет известный гость. Победитель шоу «Танцы со звездами» и «Фабрика звезд 3». Талантливый певец, отличный танцор и, хочется сказать мне, просто хороший парень. Встречайте, на кухне мастер-шеф Стас Шуренс. Я настолько сегодня рада, что у меня сегодня Стас Шуренс, потому что это невероятный, классный, позитивный человек. Мне Стас Шуренс нравится как и певец, так и танцор, потому что что одно, что другое у него получается просто замечательно. Мне он очень нравится, как человек, как парень, который пишет сам песни, который очень хорошо спевает, который доброзичливый, который тяжело шел до этого, чтобы добиться успеха. Мне было очень приятно, что человек, за творчеством которого я смотрю, наконец-то таки появился. И посмотрите, я его просто рассматривала всего с над головой, как он там. Я просто смотрю, он такой маленький, прям такая дитина. Знаменитый спевак. Улюбленец миллионов. Стас Шуренс никогда не думал, что сделает зерковую карьеру. Его витчин працював куком на флоте. Тоже в детстве хлопец хотев перейняти его профессию. С далеких мандрилов человек привозил додому неймоверные рецепты. И сын опановил безліч страв из всего света. Тоже сегодня Стас готовый влаштувати нашим учасникам справедливый тест на витривалість. Привет! Развитый. Очень приятно. Взаимно. Можно я тебя посвящу? Мы тебя посвятим в мастер-шефе. Знаете, если бы мой папа меня видел, он бы много родился. Он у меня коп вообще. Тебя папа готовит? Да, папа готовит. У меня мама самая счастливая женщина на земле, потому что, ну, если обычно жены мужьян приносят завтраки в постель, то этого делает папа в нашей семье. Ну, ты просто обязан сейчас приготовить вкусно. Фух, ну, я буду стараться. Яку ж траву готуватиме Стас для наших учасникам? О, сегодня мы будем заготовить прекрасный и замечательный салат, самый вкусный, я надеюсь. Салат с уткой, инжиром и апельсинами. Вот так называется наш салат. Анфиса, напевно, радея. Вона любит качку. Да, я обожаю утку. Это моя самая любимая дичь. На первый взгляд салат Стаса Шуринса довольно простой. Спивак хочет подсмажить качину грудку та додати до неї зелень, фрукты и овочи. Втім, учасники не поспешают радіти. И не таремно. Иногда кажущаяся простота блюда, она уже настораживает. То есть очень часто кажется, что просто, а подводных камней может оказаться так много, что нужно быть бдительным. Порядусим Стас Шуринс берется за подготовку зелени, салатів айсберг и радичо. Салат нужно не резать, ни в коем случае нужно нарывать, рвать, чтобы не нарушить его структуру. Радичо. 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 Радичо вообще. Вот. Чуть-чуть. Кто любит горечь в салат, тот может добавить, конечно. Вот этот салат радичо, его если чуть переборщишь, уже будет горчить. Немножко что-то не то дашь, и уже будет не то. Поэтому в этом салате надо было аккуратно, внимательно все следить. Вот это вот самое главное. Тепер черга апельсыняв. Йих треба повністю очистоти від шкиры. Инакше цедра надасть траве хиркувату прысмаку. Сделаем так называемую конкассе. Да, я не знаю. Конкассе. Да, из апельсина. Это чистая филинная часть без кожицы. Это почти как харакири? Это практически как харакири. И не уверен, что я сейчас сделаю это правильно. Может быть, наш апельсин будет мучиться здесь, на моем столе. Но я постараюсь облегчить его участь. Сейчас вам покажу определенный прием для разделки апельсина для конкассе. Вот так. Отрезаем верхушку. С двух сторон отрезаем. И вот таким вот движением шук стараемся срезать вот эту вот шкурку. Да, хорошо получается. Это же настоящий апельсиновый самурай. Апельсин с пивак реже шматочками. А вот из сердцевины Стас хочет отримать сик, чтобы потом сделать из него соус до качки. Окремый ингредиент – шампиньоны. В салате они мают быть сырыми. Еще один важливый компонент – сушеный инжир. Так, отрезали хвостик и нарезаем такими тоненькими полосочками. Нам уже две инжиры, да? Я вот даже постараюсь. Ну, я думаю, нам хватит. Стас не таремно убрав самый цей ингредиент до салату. Адже на сухофруктах хлопец, знаете, не гирше, ніж досвеченный шеф-кухар. Как-то работал я на предприятии одним фасовщиком. Не фенов, как многие думают до сих пор. Фундука, сухофруктов, в общем, всяких орешков. А как так фасовщик? Это что такое? Это ты садишься за весы, отсыпаешь в пакетик, сколько, не знаю, например, полтора килограмма орехов в смеси какой-нибудь. И это потом запечатываешь. И распаковываешь по коробкам и отправляешь по Латвии, например. Или за границу. Вот поэтому у меня есть опыт в распознании, наверное, каких-то вот сухофруктов и орешков. Во взвешивание. Скажи честно, ты подъедал орешки там? Я скажу тебе больше. Я объелся фисташками настолько, что я потом на протяжении полутора лет не мог на них смотреть. Но поскольку я поняла, у вас в семье готовит папа, то что же такого вкусного готовит папа? Какие у него фирменные блюда? Вот, допустим, из выпечек торты всякие делают, конечно. Блины, оладьи. Подожди, а как он, если он работает коком, разве коки на кораблях пекут, вот блины, оладьи? Знаете, бывает так, когда до конца рейса остается где-то два месяца, а на берег они не планируют возвращаться. А еды, допустим, килограмм картофеля, два килограмма риса осталось, да, и какой-нибудь там свинина, например, ножка одна. И вот из этого нужно на экипаж из 30 человек приготовить. На два месяца растянуть. Поэтому он умудряется скрести по сусегам и печь колобки различного размера и характера, ну, постоянно. Стас Суринс очень обаятельный мальчик, очень умный, остроумный. И такой, он любит и пошутить, вот, к месту всегда. Даже до того момента, когда Стас зашел сегодня в студию, я уже ему симпатизировала глубоко, потому что и следила за его успехами на фабрике, и после этого симпатия подтвердилась. Мне очень нравится, он замечательный. Ингредиенты для салата готовы. Стас пока что отставляет их в биг, чтобы перейти до нового этапа приготовления качкой. А это, выявляется, целое мистецство. Все запомнили, смотри, салфеточка сложена в несколько слоев, даже дословно буду рассказывать, и промакиваем. Промакиваем, как бы это не выглядело, может быть, как бы она вспотела. Да, она немножко взмокла. И срезаем лишний жир по бокам. Переворачиваем. И сейчас будем нарезать, делать небольшие надрезы, чтобы она лучше прожарилась. И жир, ну, как выпарился, наверное, выжарился вот такими движениями. Сколько же все-таки ты самостоятельный парень? Да, вы нарезаете. Наверное, поэтому ты столько добился, потому что все сам, все сам. Фу, да не говорилось того уже. Делаем крест-накрест, вот такие же вот надрезики. Мы еще предварительно посолим и поперчим. Стас не даревну наголошуя на правилах приготовления м'яса. Адже главная проблема у каці – это жир. Если его не выдалить, грудинка матимет неприемный смак и даже запах. Очень важный момент. Сковорода должна быть сухой. То есть без масла, без ничего, чтобы жир смог удалиться наиболее эффективным образом. А качка мая бути сильно засмажена или средняя? Желательно, чтобы внутри мясо было немножко непрожарено. То есть чищеный смак и кровяночка. А пока качка смажется, Стас берется готовить соус для салата. Для этого нам потребуется буквально одна чайная ложечка. Вот это горчица, да. Прекрасная горчица, она не острая, поэтому не бойтесь. Так, возьмем немного меда ложечку чайную. Здесь у нас винный уксус. Добавляем полторы ложки. До горчицы и меда Стас додает ворчестерский соус, молотый орегано, оливковую олию, перец и соль. В этот момент очень важно не забывать о мясе. В час от часа в пательне нужно сливать зайвый жар. После этого до качки необходимо добавить апельсиновый фреш и соевый соус. Апельсиновый соль мы выжмем, наверное, из этой вот нашей... Как это сейчас? Да, это было остальное специально для того, чтобы... Вот видите, как прекрасно. Не факт, что это будет вкусно пахнуть сейчас, но главный результат, и по завершению вообще это будет очень вкусно. Оно, с одной стороны, вроде бы легко, но есть вот фишка. Фишка заключалась в том, чтобы правильно пожарить утку и правильно сделать заправку для салата. Дело в том, чтобы угадать, чтобы утка была сочная, чтобы она была и не сырая, и не пересушенная, чтобы она была сочная, и корочка хрустящая в этом соусе. В час заправлять салат. Соус с херчицей и медома и додать в страве неповторно кисловато-солодкого при смаку. Возьмем буквально одну столовую ложку. Ну, перемешать. Так, уточка, уточка у нас доходит. Ее нужно проверить пальцами, и она должна быть плотненькой. Она плотная или еще... Не, треба еще трохи ее посможить. А, еще, еще, еще готовится. Отлично. А может, пока у нас не перебит, ты нам что-нибудь споешь? Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Что же вам спеть такое? А что вы хотите услышать? Ну, Стас с ней на Матвеенко пел песню «Квитка». Очень красиво. Ой, не зоря в небе запалала, То на землі квитка розквітала. Там, де трава, як зелений шов, Кранок прийшов, Али квитку не знайшов. У меня шли мурашки по шкири, И я зрозуміла, что эта людина действительно спевает сердцем, душем, Ему не треба ни супроводу, ничего. Я сегодня послушал его, И я еще раз для себя подтвердил, Что он действительно достойный, Перемогти был фаберский зерок. Стаса, ты понимаешь, что украинскую мову? Конечно. Ну, и так. Само так. Признаюсь, я встречался с украинской девушкой, Которая учила меня всему, Что я знаю сейчас. Ну, да. Звали эту девушку Эрика, И она говорила исключительно выключенную украинскую мову. Це саме тому, чому я зараз можу поспілкуватись трошки. Стас, а что у тебя сейчас в личной жизни происходит? Ну, пока... Кто тебя учит? Какому языку? Ну, русский я знаю с рождения. Испанский я хотел бы выучить, да. Вот. Ну, а личная жизнь пока на месте. Появляется у Стаса Шуринса не моя девчина. И схожи цей фактный объект за цикаву наших участники. Подожди, а какой она должна быть? Вот если она сейчас смотрит нашу программу и думает, Как бы мне вот покорить Стаса Шуринса? Какое она должна быть? Ну, ей повезло. Во-первых, ей не нужно меня покорить, Потому что я уже покорен, Но она об этом еще не знает. Вот. И я вам даже... То есть какая-то? Есть она. Она одна единственная, неповторимая. Я вам не скажу, кто она, Но поверьте, как только она скажет мне да, Я расскажу вам. Она что, не знает о твоих чувствах? Я думаю, нет. Она иностранная женщина? Ну, по-моему, да. Она звезда? Ну, конечно. Кто, Мадонна? Да, как ты угадала? Нет. Ну, мы ее знаем? А вы знаете, конечно. Я думаю, даже любите ее. Ну, кто это? Ну, не томи. Нет, 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 нет. На какое хоть имя у нее, буква начинается? Хотя бы букву. Н. О, нет. О? Нет. Н? Я бы не послышалась Н, Эктор. Наташа? Королева? Да. Хочешь ее отбить у Тарзана? Да. Я, на самом деле, даже не знаю, кто это может быть, Но мне очень печально, что это не Эрика. На самом деле, я очень хотела, чтобы у них все сложилось. И очень жаль, что они расстались. Конечно, мне интересно, какая у него девушка у Стаса. Интересно, кто же она такая? На ком пал выбор его? Жутко интересно. Но, сказать, это будет его маленькая тайна. Любовь должна быть маленькая тайна всегда присутствовать. Тем часом качка на пательне досмажилась. И хлопец приступает до завершальной стадии приготовления. Давайте. Теперь мы сделаем все грамотно, надеюсь. Выкладываем в наш салат. Мы им требуем ее нарезать шматочкой, правильно? Кусочками. Я здесь постою. Вот, да, это должно быть примерно так. А, кстати, соус, который у нас остался на сковородке, мы не выбрасываем, мы польем им утку. Порезанную качку спевак выкладает на тарелку аккуратно нарезанными шматочками. До заверши ты страву мая салат. А если бы ты вот, она тебе сказала, да, да, девушка твоей мечты, что бы ты ей спел? Любовь настала, так как утро настает. Она одна во мне и плачет и смеется. И вся планета распахнулась для меня. И эта радость, будто солнце не остынет. Не сможешь ты уйти от этого огня. Не спрячешься, не скроешься, любовь тебя настигнет. Это был солнечный концерт. Здравствуйте. Да, всегда. Да, всегда. Хоть это и не я, но я согласна. Ой, это одна из моих любимых песен, то, что он пел. Я знаю все слова этой песни, и поэтому я пела. Эту песню с ним вместе тихонечко попивала. Салат практически готовый. Лишается посыпать все кунжутом, тертым сиром та полити соусом. Стаса, а наши учасники мают полностью повторить вашу страву? Або они могут привнести что-то свое? Честно, я веду того, что я творческая личность, я за креатив. Поэтому, если вы считаете, что какой-то из продуктов будет подходить больше, чем тот, который я выберу, я буду рад. Главное, чтобы у вас было вкуснее чего. Хорошо? Будь ласка, подходьте и спробуйте страву. Добре запамятовуйте смак, адже вам доведется не лишь приготовить салат, но и добавить к нему что-то своё. Очень вкусный салат, запах этот жареный утки, обваживающий. Корочка прожарена так пахла, и такая вкусненькая была. Мне очень понравилась эта страва, и эта качена грудка, и я себе сразу подумала, вот когда до меня прийдут гости, я им действительно в такой гарной ресторанной форме подаму эту страву. На то, чтобы приготовить страву для зерки, учасники матимут годину и пять хвилин на відвідине комори. Прямо пошло! Три, два, один! Время вышло! Начинаем готовить! ДИВИТЬСЯ ДАЛІ СУДІВСЬКИЙ ВИРОК ЯКИЙ НЕЙМОВЄРНЫЙ СЮРПРИЗ ЧЕКАЕ НАДАШУ МЕЛЬНИК Ну что же, Дарья, ВИДАЛЬНЫЙ СНЯТЬ ВАЩЕЙ ЧОРНЫЙ ПАРТУК ЖЕРТВИ ЕКСПЕРИМЕНТІВ ХТО ПОТІШИТЬ ГОСТЯ ДИЙСНО СМАЧНОЮ СТРАВОЮ СТИШКОМ ПРЕСНО ЧОРНЕ ВУГИЛЯ ЯК ЗА ТРИ ГОДИНИ ПРИГОТУВАТИ СМАЧНЫЙ ОБІД ДЛЯ СОТНІ ШЕХТАРІВ ЦЕ ДВА РІЗНИХ ПРОДУКТИ І ГОТУЮТЬСЯ ВОНИ ПО РІЗНОМ ЦЯ СТРЕЛА БУДЕ ПРОСТО НЕІСТІВНОЮ ДЮЗНАЙТЕСЯ ДУЖЕ СКОРО Це наймасштабніша кулінарна битва України – МАСТЕРШЕФ Наші учасники спостерігали за процесом приготування страви знаменитого співака Стаса Шурінца І тепер вони мають годину на те, щоб приготувати салат з каченою грудки смак якого вразить гостя Три, два, один, починаємо готувати Сподіваюся, наші учасники уважно поставилися до обробки овочів Дуже важливо промивати продукти та готувати лише у якісній воді Адже чиста вода – ключ до здорової та смачної їжі Мой бінд! Єда, приготування на чистій воді, намного вкусніше звичайною А найголовніше – полезною Партнер проєкту – фільтри для води «Аквафор» Кулінари не поспішаючи беруться до роботи Вони впевнені, відведеного часу більш ніж достатньо, щоб приготувати салат із качкою А от Даша Мельник намагається не гаяти ані хвилини Над усе вона хоче повернути добре ставлення та довіру суддів, підірвано своїм попереднім вчинком Колеги Даша вважають, що дівчина симулювала хворобу, щоб уникнути битви найслабших Та й члени журі після висновку лікарів не надто вірять учасниці Дашо, я бачу, ви додали до качки цукор Я сподіваюся, ви нарешті приготуваєте дійсно смачну страву Не забувайте, на вас чорний фарту Даша добре знає, у страві Стаса Шурінса не було цукру Втім, не лише вона сьогодні експериментує Володимир Татаренко вирішив чинити ще більш зухвало Він замаринував качку у суміші з кількох соусів Володимир, ви робите до качки якийсь незвичний маринад Да, вирішив замаринувати його сначала, щоб м'ясо пропиталось повністю А потім при жарці його ще добавить, так вона буде більш сочна О, ворчисте соус І трохи бальзамика Я думаю, що придасть такої утки пікантності, трохи такої неплохої Володимир, включайте логіку Бальзамічний оцин дуже концентрований А ви його поєднуєте з ворчистерським соусом До складу якого теж вводить оцин Ваша качка вийде не лише кислою, ще й сухою Попри попередження Ектора, Володимир не поспішає виправляти помилку Його експеримент може обернутися катастрофою Але хлопець такий не сам У вас там кабачок? Я хотела зробити колодець такий, це його внутрі положити Вважаєте кабачок тут буде доречним? Да Почему вы кожицу не убрали? Это будет гореч Нет, вот это вы выдавливаете, зачем? Я хочу сделать соус ещё Я понимаю, но вот эта цедра апельсина, она даст неприятную гореч Это нужно чистить Хорошо, я понимаю Вы не слышите меня? Що у вас? Собственно, рецепт я менять не буду Сутка я проделаю все те же операции, которые вы Единственное, что мне в заправку Я добавлю чуть-чуть базилика И мне не хватало чуть-чуть остроты Я добавлю чили О, чили Гадаю, это добра идея Игорь Да Хоть вы меня порадуете чем-нибудь? Постараюсь Что вы сейчас сделаете? Хочу поджарить конжут Наконец-то Я вижу первого человека, который делает мне приятно Но тут нужно тоже не переборщить Нужно, чтобы это была золотистая корочка Людмилу, ваша качка пригорела Подивіться, у неї чорна шкіра Вам треба негайно её сняти, иначе м'ясом будет гіркинку Я поняла З помежь других участников, Светлана Шептуха почувается целком впевнена Останние кілька конкурсов дівчина была серед найкращих И, схоже, теперь она не столько меркует про свою страву, скільки про её автора Что, Светочка? Нравится? Мать, что я сейчас сделаю? Что? Стас, можно попросить у вас автограф? О, да! Конечно! Света всегда подготовленная Я даже где-то вот в середине Света, а у вас большая уже коллекция автографов? Нет, средненькая Средненькая? Да Какие там есть экзотические автографы? Ваш Экзотический? Там есть очень дорогой автограф Вы уже пытались его загнать? Нет, у меня наоборот его все купить хотят О! И сколько предлагают? Нет, это очень дорого стоит Немного, да? Недорого Спасибо большое Час, отведенный для смаганья, добігає кінця Але Светлана спокійна Вона все устигає Чого не скажешь про інших учасників Володя Татаренко надто пізно скористався порадою Ектора Він втратив багато часу, намагаючись позбавити качку займою кислоти І тепер елементарно не встигає її нарізати А считали последние секунды, я быстро докладываю салат утки, хочу соусом по летнюю успеваю Була паніка Ігор Місевич довго тушив пересушену качку у воді і тепер також не вкладається у час А у Таня Тарасенко, яка захопилася виготовленням мережева сиру, тепер не має часу, аби просто зняти його з паперу Пять Четыре Три Два Скажи один Один Отойдите от своих столов Ну что, мы попробовали ваше блюдо и хотели бы пригласить Даша Мельник АПЛОДИСМЕНТЫ Богдана Шевлюгу АПЛОДИСМЕНТЫ И Анну Тарасенко АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста, Анна НАПРОДИСМЕНТЫ Вы соусом не полили утку? Не успели? А я помню, вы ещё делали кружевая из сира Я их не успела отделить от пергамента, к сожалению Очень жаль, спасибо Богдан. Вы поливали соусом утку? Нет, я не поливал, но я перед тем, как положить на тарелку, промокнул каждый кусочек в соусе и положил на тарелку. Мне кажется, не помню, но чего-то не хватает мне в утке. Слишком пресно. Я сделал ошибку, что я не полил сверху соусом утку. Но не из-за того, что я забыл, мне не хватило времени, я преднамеренно не положил, потому что я вот ее нарезал и потом каждый кусочек обмакнул обильно в этот соус. А мне кажется, надо было полить сверху. Порфавор. Будь ласка. Дарья. Не дается она мне. Мне нравится ваше блюдо. Очень похоже на оригинал. Как мне кажется. Я утку мариновала в таком же маринаде, как сделал это Стас, только единственное, добавила чуть-чуть сахара, чтобы она стала более сочной. Это придает такую пикантность. Ну что ж, Стасик, теперь настал для тебя волнительный момент. Тебе нужно выбрать лучший салат. Да, в первую очередь хочу благодарить всех, потому что в каждом из салатов я нашел что-то особенное для себя, но, к сожалению, такое правило, что выигрывает, наверное, лучший. На мой взгляд, сегодня лучший салат получился у Дарьи. Ну, я вообще, честно говоря, растаяла. Это было приятно, потому что вот так первый раз хвалят мое блюдо. И гость, который приходит, я очень хотела и ждала этого долго. Чего-чего, но такого ожидать, что Даша будет стоять в черном фартушке и станет самым лучшим блюдом, я даже представить себе приблизительно не мог. Дашина перемога и справді сюрприз, адже девчина в черном фартушке. Втім, что вы решите судді? Невже Даша не брат ему участие в битве наиславших? Ну что же, Дарья, благодаря нашему гостю, благодаря тому, что ваш салат ему понравился больше всех, вы должны снять ваш черный фартук. Но этого не произойдет, потому что вы пропустили очень важный и ответственный конкурс по причине вашей болезни. А решение суддя влашается незмінным. Абы підбадерити Дашу, Стас вирішує зробити ей власный подарунок. И у него правда нереально классный голос. Это вот очень приятно слушать, когда просто все фибры души успокаиваются. Это вот оно прям проходит по всем кончикам, аж до кончиков пальцев ног доходит вот его голос. Краще стравы убрано. И нашему гостю час прощатися з участниками. Я начало пожелать всем участникам терпения, выдержки и внимательности. И самое главное, готовьтесь к любові, потому что это самый главный ингредиент, наверное, в любом блюде. Спасибо тебе огромное. Спасибо, что ты пришел к нам, поделился с нами этим салатом. Всего доброго. До свидания. У нас еще есть страва, которую мы хотели бы попробовать. Втім, без нашего гостя, адже предложить ему таке было бы неввечливо. Отже, автори найгірших страв. Начинают вызывать участников тройку худших. Я так встаю. Ну, сейчас хоть бы не сказал эти слова. Хоть бы он этого не сказал. Владимир Татаренко. Блин, хотел сделать, как лучше получилось, как всегда. Светлана, будь ласка. А где сыр? Именно потому, что у меня более соленый соус, я не добавляла сыра. Соус, помимо того, что он соленый, он еще почему-то горчит. И очень сильно, очень сильно чувствуется апельсин. Забирайте. У меня была ошибка, что у меня был соленый соус, что это не понравилось суде. Но я не считаю, что у меня из тройки худших. Владимир, будь ласка. Владимир, где ваш соус? А я не успел его. Не успел последние минуты. Не могу поверить, за целую годину вы не смогли сделать элементарный соус? Это не сложный соус. Вы должны просто подсмажить качку и добавить до нее апельсиновый сик и соевый соус. Для меня это не понятно. Что до вашего салата... Его смак совсем не схожий на оригинал. А качка в ней взагалі не мает смаку. Я ж вас попереджал, Володя, что через ваш маринад с ней выйдут все соки. Я досервировывал блюда, мне на соус времени реально не хватило. Оправдываться я так особо не очень люблю. Просто надо более серьезно к этому отнестись и серьезно-серьезно работать. На своими ошибками работать. Игорь, что вы принесли? Салат с уткой. Вы считаете, что эта презентация лучше, чем презентация классическая, которую сделал наш госстас? Я не знаю, не думаю. Якщо я тут, значит, не краще. А где ваш соус? Я соусом поливаю, чтобы он был редкий. Я боялся, что будет недоготована качка, я добавлю чуть-чуть воды. Воды добавили? Чуть-чуть воды добавил, чтобы она пропарилась. Почему воду? А почему не апельсиновый сок? Почему вы не увеличили? Я боялся, что заболаду дать апельсиновый сок. Это классическая ошибка начинающих кулинаров. Все разбавлять водой. Я больше люблю мясо, чтобы оно было сочным, но чтобы оно было полностью прожарено. Вот, я туда добавил немного воды. Что-то мне потом подвело соусом, потому что он не был густым. Мне очень жаль видеть вас здесь с откровенно неудавшимися блюдами. Игорь, ваша презентация, она должна меняться. Вы должны уходить от домашних презентаций. Владимир, вы постоянно мне говорите, что вы будете меняться, но в итоге вы меня обманули. Светлана, мне вообще удивительно вас видеть сегодня здесь. Я настолько разочарован, что у меня нет слов. На этом шоу мы шукаем эффект вау. Мы хотим, чтобы ваши стравы вражались, чтобы вы проявили в них весь свой талан. И что мы имеем? Вы просто расслабились. Сегодня один из вас отримает черный фартуг. Сейфертуг Володимире Веш. Так как контрастная холодная вода ледяная, надо знать взбодрить. Немножко надо собраться, немножко постараться выложиться. Я буду постоянно идти до конца, потому что у меня есть цель, я люблю готовить. Я хочу стать поваром, хочу стать классным шеф-поваром. Я буду идти с этой целью до самого последнего. Сколько у меня будет сил, столько я буду идти и добиваться своей цели. Владимир? Не забывайте, Владимире, час всплывает. Если вы и дальше будете так ставить с этой работой, то навряд ли идете до финала. Возможно, кому-нибудь захочется повторить гениальные рецепты света Шептухи или десерты от Ани Тарасенко, или знаменитая сатэ Эльмиры. Все эти рецепты, как и кулинарные шедевры предыдущих участников, можно найти в журнале «Мастер-шеф». Дивися без перервы на рекламу. Время пошло! Фатальная ошибка капитана. Это два разных продукта. И готовятся они по-різному. Что смусить команду сыних рятувати Володю Татаренко? Эта стрела будет просто неистивной. Неймоверный подарок от суддей. А мы приготовили для вас сюрприз. За что сьогодні змагатимутся команды на шахте? А это круто. Даша Мельник и атака ОС. Не пустила? Да. Попереду не цікавише. На наших участников очікує новое непросте завдання. Навколо терриконы. А отже вони у сердце вугольного краю. На Донеччині. Вот это да. Да. Красотища какая. А ты смотри, едет вагонетка. И судьи так вот на этой вагонетке. Такое впечатление, как будто там приехали на проверку в белых касках. Особенно Анфиса. Был мультик такой про семеро гномов и эту белоснежку, как они тоже там уголь добывали, там она там что-то такое. Вот то же самое, такой вагончик с этими вагонетками с углем. И судьи наши, так, вашу там камеру. Прикольно. Мне понравилось. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы находимся в самом сердце Донбасса. В городе Угледар Донецкой области. А точнее, на территории шахты Южно-Донбасская-1. Через три часа сюда, на поверхность, из-за боя поднимется сотня устарших после целой смены шахтеров. Ваше завдання сьогодні не просто нагодувати шахтарів, а вразить их. Картоплю, гречку та супи вони едят щодня. Тож, дивуйте шахтарів вишуканою їжею. Через свои страви висловьте свою повагу до їхньої нелегкої праці. Много вкусно і оригинально за три часа. Вот три пожелания вашей сьогоднішній работе. Донбасс, террикони, вугілля. І переможець минулого конкурсу у чорному фертусі. Даша, выходите сюда. Аби не програти сьогодні, Даша Мельник має безпомилково обрати собі команду. Черний слиток и как раз тема, как по мне. Какой вы цвет выберете для вашей команды? Красный. Даша, я працюю с шеф-кухарем больше 20 лет. И жодного разу не дозволив собі залишити работу через хворобу. Як би погано ви не почувалися, шеф-кухар ніколи не дозволить собі залишити кухню і не зробити работу. І сьогодні ви ще не реабілітовані. Тому оберете до себе в команду на одну людину менше. Меня во второй раз уже наказали. Первый раз меня наказали, меня не сняли черный фарт, когда у меня было лучше блюдо. Не надели мне белый обратно. И вот во второй раз меня тоже сняли одного человека. Соответственно, уже два раза наказывать, но это уже перебор, честно. Прошлую битву решающую она пропустила. Ну, извини, Даша, но у тебя могло бы уже и не быть в проекте. Когда судья сказали, что она могла бы взять только трех человек, я вообще была счастлива. Думаю, Боже, слава Богу. Даша, мы думаем, что вашей энергии вистачит на двух. Я думаю, что те люди, которых я выберу, заменят не только еще одного человека, а и десятерых, и сотню. Відминно. Я прошу вас, Даша, назвать трех людей, с которыми бы вы хотели працювати в команде. Дана Шептуха. Людмила Онищенко. Господи, кого же выбрать. Я понимаю, что мужчины любят мясо, и лучше, чем мужчина. Мясо нам нужен мужчина. Я прекрасно понимала, что шахтерам нужно мясо. И лучше, чем мужчина, который в этом очень хорошо соображает, не сделает никто мясо. Я послушала Людмилу Онищенко о том, что она сказала взять Эльмирус. Эти мужчины сильно не помогала. Не переживай. Даша не выбрала вас в свою команду. Докажите, что вы лучшие. Выберите себе капитана. Схоже, никто из участников не хочет брать на себя ответственность в разе прогреша. А точнее, все хотят подстраховаться. Володя. Тому одностейно обирают Володю Татаренко капитаном. Він уже в черном фартухе, тож ничим не рискует. Ну, ребята, так глядываются, все-то на меня зиркают. Непонятно, почему я так смотрю, что-то они так задумали такое. Мне говорят, Вован, давай, вот, будет у нас два командира в черных фартухах. Давай, мы сделаем тебя командиром. Ну, я так, как что, я долго сопротивляться не буду. Я всегда хочу быть командиром. Володя редопогоджуется. Та че сможет он стати лидером в команде таких сильных гравців. Хотел выложиться на 100%, чтобы мы их просто показали класс, показали то, что мы можем, показали, что мы действительно крутые повара, а не просто тут залетные ребята. А мы приготовили для вас сюрприз. Раз уж так вышло, что у нас сегодня два капитана в черных фартухах, капитан победившей команды снимет свой фартук и оденет белый. Это круто. Я не знаю, что мы должны сделать, но мы должны это сделать. Теперь каждый из капитанов имеет шаленый стимул до победы. Внимание! Время пошло! Уси продукты распределены на две рівни частины. Давайте, вот это вот наше, это ваше. Та, схоже, инстинкты берут гору. Учасники и досы не доверяют соперникам. Вы это будете использовать? Да. Да, 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 шептуха, да. Смотри, не заставляй меня тут стоять и караулить. Вже у комори команда червоных до деталей продумает меню. Знаю, что они обижаются. Да, да. Лаваши надо сделать. Эльмира готовит м'ясо и лаваш из салона. Людмила Онищенко соте за рецептом Эльмира. Даша Мельник – тушеную капусту. Давайте я мясо замерю по моему принципу. Она мясо. Она делает по принципу. И замешивает, и потом быстренько сделаем мясо, и будем вдвоем делать. Лаваши. Лаваши. У выбора меню Даша радится с Светланой. Ей чоловік – шахтар. И девчина добре знает, чем саме здивувати сегодняшних гостей. Звичайно ж, передусім, это м'ясо. И солодкое. Сверху делаем. Сверху надо, десерт такой вот. Сверху надо, десерт такой вот. Червоні вже визначилися и начали готовить. А от сини дезорієнтовані. Подождите, давайте по порядку. Давай. Чуваешь, Аня, а вы берите по сырнику? С гарнира, два человек на гарнир. Сырника в них хватит. Мы делаем чечевицу. У нас есть колбаса, у нас есть мясо, у нас есть чилиперец, у нас есть чеснок. Капитан пропонує ходувати шахтарів чечевицею. Смотри, нам хватит вот этой чечевицы на 100 человек. Да. Тетяна робитиме соус з білих грибів, Аня бісквіт з фруктами. Час розподіляти команду на процеси. Богдин вже на початку конкурсу бере лідерство у свої руки. Короче, смотри, давай тогда, Володя, ты занимаешься гарниром, мы с Игорем занимаемся мясом, а вы занимаетесь салатом и десертом. Шахтарі витрачає дуже багато енергії під час роботи. Я боюсь, що наші команди можуть приготуватись на добашку їжу. Жирное пища или богатые углеводы не бывает такой вкусной. Возможно, они найдут баланс. Ведь так хочется кушать не только то, что полезно, а и то, что вкусно. Пестап. Правильная допомога травленню. Минуло вже 15 хвилин. А Игор с Богданом так и не можуть вирішити, какие страви с мяса сьогодні будут подавати шахтарям. Вони звертаються по допомогу до капітана. Володя, что лучше с мясом сделать? Ты скажи, что мы делаем с этого мяса? С говядиной? Видальона? Нет, смотри, можно сделать какую-то подливу, там, знаешь, гуляш какой-то, все в перемешку. Схоже, вирішувати, что готовить, им доведется самотужки. Володя сосредоточеный выключно на чечевице. Поки синяя розмирковывают, на кухне червоных уже кипит работа. Короче, работы до х** больше. Работы очень много, а нас мало людей. Эльмира реже м'ясо. Людмила запекает овощи для соте. Даша готовит капусту и закликает удачу. Будь здоров. Спасибо. А я про себя подумала, правда, мы сегодня выиграем? Сьогодні ей дуже хочется позбутися черного фартуха. Мы хотели, чтобы с Дашей сняли черный фартух. Мы так старались, мы все старались. Мы из кожи вон лезли. Следочка, ты же понимаешь, но мы не можем сегодня проиграть. По двум причинам уже. Чтобы Дашеньки сняли черный фартух. А вторую причину уже ответ нашла. Соседнему Закарпаттию будет приятнее. Все, бери сон не програли. Сині нарешті визначилися, що готуватимуть смеса. Медальоны стелятини, курячі люля кебаби та смажену свинину. Медальки нагрели сначала, а потом довезти. А, типа, япон. Ну, свинину будем резать, чтобы мы ее не проиграли. А ну, пробуй. Богдан та Ігор не впевнені, що їхній вибір вдали. Проте капітан все залишає на розсуд команди. Він ніби виключився з процесу. А у команди червоних чоловіча робота м'ясо сьогодні на Ельмирі. Тому вона розраховує на допомогу капітана. Тадеша вирішила. Зараз потрібно допомогти Світлані з жарлоткою. Девочки, может, вы встанете одна на десерт? Да, одна на десерт, одна что-то другое делайте. Попри пізню осень, над столом, де червоні готують десерт, з'являються оси. Ужасно мешали оси. Где они взяли в эту пору? Где в такой дубарь можно было таким роем летать и кусать всех? Это кошмар какой-то. Даша не помечає осу, яка седає ей на палець. И на деякий час выбуває з гри. Укусила? Да. Опять оса укусила, у стерва. И за пальцем так больно, да ладно, не надо. Тебя оси любят, Даша. Да, сметана есть. Да, любят. Кефир есть, давай кефир. Твою мать, Боже, как оно печет, сука. Народні засоби проти укусів не спрацювали. Доводится звертатися по допомогу лікарів. Саме через осміш командою червоних и Таною Слюсарчук знову спалахує старый конфликт. Оси, вон туда. А они у нас вообще не летают. Оси летят до оси, Володя. Мы тебя не обзывали. А я ж ничего не скажу, я ж просто сказала. Ты никогда ничего не скажешь. Я ж хіба сказала так, чтобы вы не слышали. Як бы так хотела сказать, я бы так сказала. Жінки не могут найти спільную мову ще с командного змагання у Львови. И теперь они продолжают обминюваться шпильками по різні боки баракад. Даша, как-то кажут, не то, что конфликтувала со мной, вона взагалі створювала всякі заговори, всякі интриги, всякі суперечки проти мене робила. Мы с ней особисто не є в дуже хороших стосунках. Так некрасиво говорили. Оси летят на оси. Нас так просто говорять. Просто говорять. Слышь, Тань, ты как всегда. Насіга обострять обстановку, я не понимаю. Таня не имется, бедная. Почему, не знаю. Почему ей так несчастно не имется? Потому что она даже отпускает свои вот эти тупые колкости в нашу сторону. Тетяна впевнена, у попередньому командному конкурсу у ресторані її звинуватили у програші, щоб помститися. Вони не можуть за Львів заспокоїтися, напевно. Ще їх все мучить. Я не знаю, заздрість, якась ще там, я не знаю. Тетяна впевнена, що Даша вдала із себе хвору, бо злякалися битви чорних фартухів. Не буду здаватись, навіть, навіть буду на ногах стояти, но я не буду швидко викликати. Не будете, да? От я до сьогодні ще хвора, я слава бою, ні одного дня не сказала. А что слава, що ви простудили? Да, я простудилась. У меня бронхит. Бронхит у вас, да? Да. У меня еще температура. Я буду хвора, я буду здорова, я все одно буду була все. Потому что уже, честно, вот здесь это все стоит. А Таня Сюсарчук, которая себя корчит такую всю, мне так плохо, я так заболела. Но если тебе плохо заболела, то вперед, валять сюда нахрен вообще. Что тут тогда делаешь? Она говорила, на меня не надо, пожалуйста. Потому что, если бы у нее так заболела, как у меня заболела, я бы на нее посмотрела. Она бы, наверное, упала, там в конвульсиях билась. Поки Тетяна жаліється Миколе, червоні не шорошили в ухе. Та найбільше зміст їхньої розмови цікавить Людмилу Онищенко. Настільки, що вона забуває про овочі в себе на плиті. Вот, б***ь, пригорел лук. Б***ь, б***ь. Незосередженість Людмили помічає Ектор. Я вже бачу проблему. Вам потрібно бути дуже обережною і уважно стежити за приготовленням овочів. Адже від правильної консистенції та від того, чи правильно запечені овочі, залежить ваше соте. Цікавість вилазить Людмилі боком. Згоріла не лише цебуля, але й її овочі у духовці. Побоюючись, критики Ектора Даша і Ельміра рятують Людмилу. Вони ховають підгорілий перець. Що таке? Так, виташки, не прийду, быстренько виташки. Вона забыла. Двою мать, Людка, Людка. Людочка, що ти хочеш? Там чуть-чуть, я те саме, нічого начинай чистить, такого не віде, закройте, закройте. Страву зіпсувано. Ай, б***ь. Чи встигнуть червоні виправити помилки? А у синіх Володимир Татаренко вже дві години чаклує над кашею щечевицей. І, здається, Ніна що більше не хоче звертати уваги. Команда вправляється без нього. Бодя, пробуй бігом. Не надо, господи. Дай Аню пробую. Анька. Владимир, знаете, у меня такое ощущение, что вы вообще не владеете ситуацией в вашей компании. Почему? Потому что каждый из ваших игроков, у меня такое ощущение, что занимается просто отдельными какими-то процессами. А вы стоите чечевицу распробуете. Постоянно пробуете чечевицу. Володя зробил ставку на гарнир. Та Ектор помечает, две годы, которые вытратил капитан Синяк на чечевицу, минули марно. Володю, почему вы смешали два виды чечевицы? Это червона чечевица, а это зелена. Это два разных продукта, и готовятся они по-різному. Если вы закинете их разом, то червона чечевица перетворится на кашу-пюре, а зелена все еще остается сирой. Поэтому в результате у вас выйдет каша с червоной чечевицею с вкраплением зеленой сирой чечевицы. Эта страва будет просто неистивной. Команда Синяк, успехов вам с таким капитаном. Обосрался, потому что смешал две каши, которые одна готовится дольше, вторая меньше. Обосрался. Какой кошмар. Что же делать? Эти почти слезы на глазах. Какой ужас. Володя нужно терминово виправлять ситуацию. Но он уже использовал всю чечевицу команды Синяк. И теперь может рассчитывать только на поблаженность червона команды. Дашка, вам чечевица должна? Можешь брать в Овощи чечевицу. Чи не поскодует Даша про свою великодушность? А пока на кухне мастер-шеф Володя пытается виправить свои помилки, под землей укипить работа. 600 метров угли в земле. Забій. Сотня шахтарів проводить тут 6 годин на добу пліч-опліч. Жоден з них не має права на помилку. Саме від злагодженої роботи команди залежить не просто безпека. Залежить життя кожного шахтаря. Найважче – прохідчикам. Працювати доводиться стоячи на колінах, а висота стелі – не більше метра. Проте там, на горі, вже менше, ніж за 2 години на них чекає гарячий обід. Дивіться далі. Важка ціна перемоги. Страви, якої з команд сподобаються шахтарям, найбільше. Попереду найцікавіше. Кулінари мастер-шеф опинилися на Донеччині. За 3 години учасники, розділені на 2 команди, мають приготувати обід для ста шахтарів, що в цей час працюють в забоях. Даша Мельник ще на початку конкурсу розподілила обов'язки між членами команди. Ельмірі доручили смажити м'ясо та пекти лаваші. Та жінка просто не встигає боротися з обома завданнями. Так і не дочекавшись допомоги, Ельміра стає мити посуд. Розриваючись між лавашами та м'ясом, жінка робить помилку за помилкою. Ельміра, я тебе, звісно, дуже люблю, але зачем ти включила мою конфорку на 12? Я свою включила? Да, звісно. Не ругайтесь, девочки, ну, пожалуйста, це смачально. Ми не ругайся, ми разговаруємо. Ельміра, не забывай, будь ласка, тут тоже м'ясо стає. Нет, нет, я иду, я хочу наложити сюди тоже. Перевернула. Більше половин? Да, хорошо. Більше половин. Отсюда можно існула. Щас я ложу. Нужно було мене ще одного чоловіка, це ж невозможно сто штук одной. Даша говорила, ой, я щас могу, щас двоху. Вообще не подошла, не помогла. Вообще. Мы, более опытные, стали на задний план и стали слушать девочек помладше, хотя этого не нужно делать, потому что они не имеют такого опыта приготовления на большое количество людей. Давайте, девочки, речи, речи работаем. Слышишь? Людочка, ты же не чистишь, я надеюсь, грибы? Чего? Ты же, я надеюсь, не чистишь грибы? Аж ты думаешь, что я меньше тебя знаю? Ну що? А вот я просто спросила, а вот ты б уже подумала, дорогая моя. Она командир? Не привлекаться? Даша была хорошим капитаном. Даша командовала, Даша, как Эльмира, ее не слушала и догнула свою линию, Даша ее осекала, как капитан. И, ну, она вообще справляется с обязанностями лидера, довольно-таки неплохо, и это уже не первый раз видно. Зміна бригади прохідчиков завершуется, тож нашим кулінарам час забути про власні амбіції и злагоджено працювати. Адже невдовзі сотня стомлених шахтарів піднімется на поверхню. До завершения конкурсу залишилося всего 40 хвилин, и кулінари начинают нервувати. А Володя настолько разгублений, что самостійно не может принять уже жодного решения. Я тогда заново отдельно беру красную, а синюю тоже ставлю отдельно в месте. А тут мы не можем? А, ты хорошо, да, смешал? Да-да, я смешал хорошо. Я что-то не дал. Я вижу, что Вова в этот момент действительно взбуджена, и снова хвилюется, еще больше переживает, и в него руки трусятся, как всегда. Теперь вся команда синюх не лишь контролирует приготовление власных страв, а и Володину-чечевицю. Такая незасередженность хлопца дратует Богдана Шевлюгу. Тихо! А ну тихо, разговорчики! Зипсованный гарнир Володи может дорого коштувати всей команды, адже попереду выбор найслабшего кулінара. Так, Володя, нам нужно ускориться. Надо. Так, ускорься. Ты ко мне поближе? Да. Ты соскучился? Конечно. Кілька програм тому Аня с Богданом домовилися, что почекают с вырешением стосунков до финалу. Мовляв, чтобы не отвлекаться от кухни. Та теперь у больных условий, когда они двое фактически очолили команду, взаимная симпатия берет гору. Тем более, что минулого конкурса Богдан очень помог Ані, когда она разогубилась со своим меню. Поговори со мной, потому что я с ума схожу. Вагонетка, а потом клита, шахтарский ліфт, поднимают их на поверхню. Для каждого шахтаря кінець зміни и выход из клитки – это всегда маленькая перемога. Вони відпрацювали сьогоднішню зміну. Вони знову побачать сонце. Ще 15 хвилин на душ і шахтарі прийдуть до кухонь мастер-шефа. Час поспішати. Володя радіє. Він встиг приготувати чечевицю. А от у Ані Тарасенко не все так добре. Вона не встигає зробити карамель та порізати фрукти для бісквіту. Проблеми з десертом і в команді червоних. Половина пирогів, які готує Світлана Шептуха, і досі в духовці. Чи встигне дівчина подати десерт? Итак, красная и синяя команда. Осталась последняя минута. Поторопитесь. Времени вже не залишилось. Последняя минута. А ось і шахтарі. Часу більше немає. Кухарі прожогом кидаються на роздачу. Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на Мастер-шефі! Сейчас вам предстоит попробовать блюда красной и синей команды. Кушайте і запоминайте, хто приготовив обед лучше. Потому що победителю сьогодні будете вибирати ви. Смажного Донбасс! Підходьте, будь ласка, хлопці! У нас вже готово! Кожна команда рекламає власні страви як може. Светочка, ти з Донецька! Я не знаю, да? Я не знаю, да? Обожаю. Улыбаємся, девочки! Що ви такі все стоїте? Я буду за тебя улыбаться. А ну, оформлю мене красивий ресторанного вида блюда. Я с удовольствием с кем. Для вас с удовольствием. Я с удовольствием за тебя. Коли не спрацьовує флірт, Даша тисне на жалість. Приятно. Голосуйте за нас. У нас только одні девочки, у нас четверо. Пожалуйста. Видите, я в черном фартах. Это черная метка. Приятного аппетита. Голосуйте за красных. Хотела сказать за синих. Даша, давайте сегодня обойдемся без прямой рекламы. Голосуйте за красных. Пусть ваше блюдо скажут за вас. Хоча, если вам понравится, голосуйте за нас. А команда синих шукає підтримка и натякає на чоловічу солідарність. Осталось всего девять человек. Девять человек. А мужиків улезлося лишь троє. Так, проголосуйте за хлопцем. Якби ще сто грамів тут одразу наливали, було б вообще супер. Так, это добре. Добре, как? Добре, пробуйте, чечевицу. Я скільки разів не їду на конкурс, завжди кажу, що я возьму кишень, я поставлю. Дякую, хлопці. Спасибо большое. Это у нас чечевица, денежная каша. Чим больше ее съедите, тем больше денег в новом году. Будет. Судья вырешил из Ясуваты, хто ж сподобався шахтарям наипильше. Ребята, ну как дела? Вкусно? Мне больше понравились синие, потому что я больше, предпочтение, отдаю мясу. Такого бы оно не было. У красных его почти не было, что ж там кусочек маленький. И в основном одни эти овощи и фрукты. А здесь именно мясо. Людям больше понравились овощные. То есть это красные, команды. И мне больше понравилось именно мясо. И оно больше как бы на шашлык похожее. И оливки, я очень люблю оливки. Приятного аппетита. Что вам нравится, рассказывайте, что не очень. Ну, синие команды больше, только лучше. Мне понравилось. Вкуснее было. Брать красных у них, на мой взгляд, более лучше приготовленное мясо. Пожалуй, я дам свой голос. Ну, наверное, красный. Здравствуйте. А как? Вкусно? Красный или синий? Скорее всего, за красный. Вау! Почему? Красных более понравилось. Ближе, как по духу жена готовит. Попробовали все. Синий и красный. Моё мнение, конечно, красный все-таки лучше. Понимаете, вкуснее приготовили. Чем больше нравится синяя команда, более вкуснее пища, ну... Мне синий больше понравилось. Десерт лучше. Да мне сатей у красных понравилось. Я за синим буду. За красным. 95 шахтарів вже встигли скуштувати здрави обоих команд. Та чечевиці, яку Володя Татаренко готував майже три години, не вистачило на всіх. Та чечевиці уже все. Тож сині вирішую цемість каші запропонувати гостям мариновані огірки та помідори. Помідорчик, огурчик. Схоже, червоні вже святкують перемогу. А от сині зовсім засмучені. Господи Боже, допоможи нам. Ну, что будет, то будет. Я вважаю, что мы сделали вкусно, мы сделали классно. У нас уйдуть, съели. Час голосувати. Чиї ж трави сподобалися шахтарям найбільше? Дорогі шахтери, зараз ви можете віддати голос за одну із команд. Красну или синюю? Дорогі шахтери. Спасибо! Команды сравнивали рахунок. Нарешті червоник вырывается вперед. Та ненадолго. Спасибо! Сині знову лидирують. Кілька секунд. И рахунок знову рівний. Спасибо! 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 Голосування тревеє. Втім, ані сині, ані червоні не поспішають радіти. Рахунок команд майже рівний, тож визначити фаворита поки неможливо. Давай на руках! Спасибо! 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 Учасники затимували подах. Нарешті визначився лідер змагання. Це синія команда. Червоні напружина чекається. Була буквально пара голосів раніця. І ми розуміємо, що последні люди йдуть. І тут за нас так 49, 50, 51, 52. І все. І ось тут тому, блин, це був потрясайший шок. Дякую! Дякую! Итак, с отрывом. Всего лишь в три голоса победила команда «Синих». Володя не тямується від счастья. Команда врятувала його. Володя! Да? Снимайте ваш чёрный фарток! Дякую! Я снимаю чёрный фарток. Это было просто шикарно. Было потрясающе. Я стал третий раз командиром. І наша команда побеждает. Це више всього, що можна себе представити. Це круто. Це реально круто. Це як соревновання на Олимпийських іграх. Це золотю медаль получаєш. Тоже саме. А для Даші перемога «Синих» – справжній удар. Володя! Так что приезжайте! Дивіться без перерви на рекламу. Готовы? Складнощі перекладу. Як розпізнати інгредієнти національної індійської страви? Блюдо в переводі стамільського языка означає соус. Ого! Вічний лузер. Чи зможе Ігор Місевич позбутися прокляття чорного фартуха? Ви відгадали. Кухонні біга. На що готова Людмила Онищенко заради перемоги? Людмила, ваші хитрості зараз проти вас працюють. Зараз. Зараз. Людмила, не зараз, зараз, а закривайте. Дізнайтеся за мить. Учасники повернулися на кухню «Мастер-Шеф». Сині насолоджуються з добутою перемогою. А у червоні готується до найнеприємнішого – голосування. Здравствуйте. Здравствуйте. Красний і Сині. Ви накормили 100 голодних шахтерів. Красний, у вас був високий результат. Ви проіграли з минимальним отримом від синих. Хоча у вас в команді були одні жінки. Сині, вашим главним козелем була складність в роботі. Ну і командний дух. Ви можете підніматися наверху. Дякую. 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 Червоні, візьміть ручки і папірці та напишіть ім'я найслабшого гравця. Оберіть вино у програші вашої команди. Даша Мельник вже має чорного вертуха. Тож голосувати проти неї червоні не можуть. Обирати найслабшого їм доведеться з-поміж Світлани, Ельміри та Людмиле. Даша, ви як капітан починаєте перший. Дякую. Дякую. Увага я ответähr. Це begrінуло мені. Дякую. Дякую. Як це робота є робота. Дякуються. Позміться вVoice дdernаві. Дякую в мене в цахствий звон. В partir загальнику вій вчинкість не с wissen. Я понятуші, кожзоком повагу має в мозг Azって почнути. В цей момент я прийшлася за соб하죠. Яд Divine, коли дая 있거든요 їй ця вій свінок, вона починає чатком епідайся, мене чинareth не можна оцінити критику. То есть она абсолютно не чувствует, не слышит критики. То есть либо так, как она говорит, либо никак. Само капитан доручила Эльмире заниматься мясом. Даша обещала допомогти, та, зрештою, женщине довелося самостоятельно справляться с величезным обсягом работы. Оценить масштабы, какого смогли не все. Всем спасибо за мясо. Очень обидно. Очень, очень и очень обидно. Потому что я знаю, я уверена в своем блюде, понимаете, что я настолько уверена, что я голову на сечение даю. Потому что мне, извините, не 19, не 20, не 25. Я свои годы научилась готовить мясо. Эльмира переконана. Святлана звинуватила ее, аби приховати власні помилки під час змагання, яких теж было достатньо. Эльмира, что скажете вы? Мясо, я только шел, слышала, что оно было не такое. То говорят сырое, то пересушенное. Не могу понять, чем дело. Вот. Ну, против себя же я не буду голосовать. А десерт, последние пироги были сырые. Первые были нормальные, а последние были сырые. Мой голос сегодня был против Светланы, потому что у нее действительно был не пропекшийся пирог. Это и я видела, это и Анишенька видела, это и Даша, кстати, видела тоже. И вот поэтому я ничего не могу понять. Мы прошли апелли время на приготовление, наверное, все-таки десерта, который не особо нужен людям, которые тяжело работают. Поэтому, к сожалению... Ну, когда голосуешь против своих хороших знакомых, это всегда тяжело. Это неприятно. Ну, увы, такова селя ВИН. Приходится делать этот плохой выбор, и никуда от этого не денешься. Рахунок зрівнявся. По две голоси Вельмиры и Светланы. Кто же из них одягнет черного фартука? Ну что ж, Светлана, Эльмира, выходите сюда. Против вас проголосовали большинство членов вашей команды. Черные фартуки получаете вы обе. Хотя вы проголосовали друг против друга. Вельмир и Светланы не совсем удалось потопить меня, чтобы спасти свои шкуры. Несмотря на то, что они пытались сплавить лишнего из своей такой маленькой кучки дружбы, все-таки у них не совсем удалось. Я уверена в том, что это был просто заговор. Мясо было вкусное, сочное. Ну, почему и Света, и Даша, ничего мне не говорили про мясо, что оно какое-то сырое или пересушенное. Вообще ничего не говоря, хвалили, все хорошо-хорошо. И в последнюю минуту это просто подлость. Вот так, как говорится, нож в спину. Снимайте ваши фарты. В последнем конкурсе программы Светлана з Ельмірою разом виборюватимуть право лишиться в проекте. А пока на учасників чекает наступное випробование. И оскільки на кухне мастер-шеф не мает плит, они уже догадуются, яке завдание приготовили им суддя. Я очень люблю этот конкурс. Мне всегда интересно узнать, насколько тонкий смак вы маете. И я очень надеюсь, что вам понравится то, что мы приготовили для вас сегодня. Все, как всегда. Выходите и заходите по одному. Пробуйте. И ровно за 2 минуты открываете 12 верных ингредиентов. Першим куштувати таемничу страву доведеться Володимиру Татеренко. Итак, это блюдо, название которого в переводе стамильского языка означает соус. Ого, что это такое? В переводе это означает соус. Что за страна, с чего переводишь, что за народ такое? Неизвестно, что или подсказка, или наоборот. Пова тебя запутать. Та-дам! Какой гуляш, наверное. Гуляш? Вау, оно все такое мелкое. Там только куски мяса можно было разглядеть, и все. Остальные ингредиенты были мелко-мелко порублены, мелко блендернуты. И из них разобрать, что там есть, ужасно острое. Володимир так и не догадался. Сегодняшняя загадкова страва – индийский карри с куркою. Из 25 ингредиентов, которые находятся на столах, мужчинам нужно открыть 12 правильных. А это специя карри, имбир, кмин, кориандр, перец чили, лимонграс, листья лайму, кокосовое молоко, маисова олія, чесник, м'ята и соус чили. Сейчас все они надеяно прихованы под металевыми кришками. Чи сможет Володя распознать компоненты абсолютно незнайомой ему стравы? Раз, два, три. Дивиться далее. Загадка карри. Чи вдастся кому-то из участников распознати национальную индийскую страву? Что это за блюдо? Соус. О, какой острый. Острый. Цена хитрощих. Людмила, ваши хитрости сейчас против вас работают. Чему поведенка Людмила Онігченко шокует суддей и участников Мастер-Шеф? Крил, закрыл, закрыл. Что это такое? Проклятый конкурс. Чи уникне Игорь Місевич ханебного статусу влесника черного фартуха? Вы отгадали. Не пропустите. Одразу после выпуска новин. С поверненням на Мастер-Шеф. У сьогоднішньому випробуванні кулінари доводитимуть, наскільки тонкий вони мають смак. З 25 продуктів, що заховані під кришками, учасникам треба відкрити 12 компонентів, які містяться у сьогоднішній загадковій страві індійському каррі. Першим випробування пройде Володя Татаренко. Та чи встигне він за дві хвилини розпізнати правильні інгредієнти абсолютно незнайомої йому страви? Раз, два, три. Перша відкрита кришка і перша помилка. Незважаючи на насичений жовто-помаранчевий колір, каррі не містить куркуми. Володимир відкриває другий інгредієнт. Та вдруге помиляється. У каррі немає місопасти. Хлопець дуже нервує та робить помилку за помилкою. У страві немає ані кінзи, ані лайму. Зрештою Володимир обирає м'ясо і... Вдається до грубої помилки. Для приготування каррі використовують не свинину, а курку. Час спливає, і Володя нарешті відкриває кокосове молоко. Перший правильний компонент. Та заміняє соус табаско, якого немає у страві, на правильний. Перець чилі. І знову правильний інгредієнт – листя лайму. Втім, до кінця іспиту лишається пів хвилини. Чи встигне Володя розпізнати правильно хоча б ще один інгредієнт? На останніх секундах хлопець відкриває правильні кмин, коріандр, лемонграс і спецію каррі. Та встигає закрити неправильно обраний лайм. Время вийшло! Дві хвилини закінчилися. І зараз Володимир дізнається, скільки з відкритих компонентів він обрав правильно. Коріандр. Думаю, молотий він там має бути. Наверно. Да. Ну, спасибо. Это? Вы только щас не ходите? Карі. Ну, конечно же, карі там було. Да. Карі паста. Карі паста была в карі? Не было. Вы правы, її там не було. Це зира, кумінь ще називають. Ще це називають тмін. Тмін, да. Эх, ви! Я? Да. Спасибо. Це лемончелло. Ну, вообще-то це лемонграс. Лемончелло – це така настійка італьянська. Не про то подумав. І він там був. Спасибо. Чилі в карі. О, да. Конечно же, да. Це свинина. Свинина в карі. В цьому карі не було свинини. Це листья? Листья. Лимонного дерева? Та. Точно креветочна паста. Це мисо-паста. Це мисо-паста. Не було кінця? Не було кінця. Чого ж там було? Куркума. Не було там куркумы. Угу. Семь правильних відповідей. Із 12. Маловато. Посмотрим, що буде далі. Володимир лишається внизу. Він чекатиме тут, допоки на кухні мастер-шеф не з'явиться учасник, що назве ще меншу кількість правильних компонентів. Лише тоді Володимир зможе піднятися на балкон, де він буде у безпеці. І, схоже, хлопець не переживає, що затримається внизу. Адже на кухні з'являється Ігор Місевич. Ще жодного разу чоловік не склав іспит на смакові рецептора «Гідно». Після цього конкурсу він традиційно одягав чорного фертуха. От і зараз налаштований скептично. Ігор, а от і ваш любіний конкурс. Вуаля. Що це за блюдо, Ігор? Соус. Я вас разочарую, це не соус. Так, я думаю, я в це угадати. Врема пошло. Ігор квапиться та повторює помилки Володимира. Він обирає куркуму та свинину. Зрештою чоловіку віддається зосередитися. Він вгадує одразу чотири правильних компоненти. Спецію карі, перець чілі, лимонгряз та кокосове молоко. Ще одна відкрита кришка та ще один правильно обраний компонент. Часник. Учаснику вдалося вгадати вже п'ять правильних інгредієнтів. І Володимир, що стоїть унизу, починає нервувати. Адже в Ігоря тепер є всі шанси обійти хлопця. Время вийшло. Сьогодні ви повинні були відгадати 12 інгредієнтів. Ви відгадали п'ять. Ігорю не вдалося вгадати більше правильних компонентів, ніж Володі. Чоловік займає місце внизу. Він не втрачає надії піднятися на балкон. Та чи з'явиться на цій кухні людина, яка врятує його від поражки? Та-дам! Перша, і дуже перша. О, який острий. Острий. Один. Два. Два з половиною. Три. Два. 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 Один. Стоп. У вас семь правильных компонентов. Вы отгадали лишь половину тех ингредиентов, из которых приготовлена наша замечательная карри. Тетяна, у вас шесть правильных и столько же неправильных ингредиентов. Игорь засмученный, и боява Свитлани Шептухи не додает ему оптимизму. Еще раз девчина не прогревала в этом конкурсе, то человек просто не верит, что смак может ее подвезти. Готовы? Да. Три. Светлана виглядає розгублено. Вона відкриває три неправильных компоненти карри. Кинзу, лаврове листя та соняшникову олію. А потім додає до них коріння петрушки, якого також немає у страві. А от кокосове молоко дівчина вгадує правильно. Игорь с надією спостерігає за матушною Свитлани. З пяти відкритих компонентів дівчина вгадала правильно лише один. А лишається зовсім небагато часу, і дівчина нарешті виправляється. Вона відкриває правильній часник, лемонграс, коріандр, соушчилі та листя лайму. З яким же буде її результат? Стоп! Так, Світлана, там було 12 інгредиентів. Ви відкритали 8. Поднімайтеся, спрошу вас на балкон. Світлана піднімається на балкон, а ось Ігор остаточно зневірився у тому, що коли-небудь там опиниться. Пригнічений власною поразкою, чоловік втрачає цікавість до випробування та навіть не помічає наступного учасника. Розгублений вигляд Ігоря страшенно смішить Людмилу Онищенко. Так, шли годи, Ігор стоял під балконом. О, Господи! Коли Люда зайшла, вона побачила, що Ігор стоїть на низу, і їй стало дуже весело. Бо тому, що всі привикли, що Ігор завжди на цих преш-тестах програє. Людмила заходить, така ефектна блондінка, така забігає в кокерс, видіть, улыбається, зразу думає, розуміє, ага, Ігор стоїть, значить, вже все. В шляпі. Вона не знала, скільки воно гадав. Вона думала, що менше, вона не гадає. На счет раз-два-три, в бой. Раз-два-три. Тепер, Людмила, щоб відкрити, ви повинні закрити один із інгредиентів, тому що ви відкрили 12. Людмила діє за своєю традиційною схемою. Вона піднімає кришки навмання та залишає їх відкритими, не зважаючи на попередження суддям. Людмила, дуже багато ви вже відкрили. Закривайте. Куди ви всі відкрили? 12 має бути відкрита. Більшість відкритих інгредиентів неправильні. Та здається, що жінку це не бентежить. А Людмила продовжує ігнорувати зауваження суддів. Людмила, ваші хитрості зараз проти вас працюють. Стоп! Ваша хитрості працюють проти вас. Всі три останні закриваються. Возможно, це хитрості, яку я хотіла примініти, але б мені не вдалося. Я відкрила всі інгредиенти, а потім б закривала тих, яких немає. А я до сих пор не розумію, чому так можна. Открив, закрив, закрив, ну що це таке? Я б теж відкрив би всі 25 кришок, потім б себе позакривав, що мені треба. Хитрості Людмили не минулися для неї даремно. Жінка не захотіла сама обрати заяві компоненти, тож тепер змушена зробити це у примусовому порядку. Чотири правильних відповідей. Пляшите, Ігор! Наконец-то вас спасли, Людмила! Ви божественна жінка! Ви спасли, Ігоря! Що серйозно? Так! Ігор і досі не може повірити у те, що сталося. Він перше залишає свій пост унизу. Його заміняє Людмила, який тепер, здається, вже не так весело. Не каже, гоп, поки не перескочиш, бо тому що Ігор вийшов наверх, а Люда залишилася внизу. І це ж знов через свою паніку і через те, що вона була така незосереджена і незібрана. Ну, бідно, що Ігор волнується, ужасно волнується, стояв, уже думав, ну все, все, буду в чорнофартах, і тут таке спасіння буквально приходить на крилях. А мені кажуть, йому треба бутылку шампанського їй купити. Благодарний за це, поздравляю. Молодець! Молодець! Свої сили випробувати лишилося одній учасниці – Ані Тарасенко. І Людмила розуміє, що шансів у неї небагато. Аня неодноразово перемагала у цьому конкурсі. Та чи зможе вона знову повторити свій блискучий результат? Пісто 12. Сразу фінал. Анно, назва страва, яку ви зараз побачите у перекладі стамільської, означає соус. Карі. Ага. А, я читала. Я у сихоті. Ви єдина з усіх, хто пізнав страву, навіть не скуштувавши її. Ага. Це жистко. Я тепер не слышу запаха. Анна. Ось. 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 Щас пішов. Ой-ой-ой-ой! Схоже, освещенность, яка так вразила Ектора, не допомагает Ані з голову в ним. И с самого начала девушка предупреждает самый широкий ошибок. Она оберет лайм, пасту карри, корень петрушки, кинзу и соняшниковую оливку, которых нет у карри. Людмила сквыльево спостерегает за конкуренткой. Неужели Аню зрадило ее знаменитую кулінарное чувство? ВИДВЕДЕНИЙ ЧАС СПЛЕВЕЇ, И Ані вдаётся виправити помилки. Один за одним вона відкриває правильні компоненти страви и завершує змагання с блискучим результатом. Стоп! Анно, у вас лишь 8 правильных ингредиентов. Але це результат переможця. О, Боже, спасибо большое. В сьогоднішньому конкурсі двоя переможців. Аня та Світлана вгадали по 8 из 12 ингредиентів карри. А от Людмиле Онищенко доводится змиритися з поразкою. Сьогодні ей не судилося піднятися на балкон. Людмила, пожалуйста, выходите сюда. Хитрость, которую вы попытались применять, не помогла вам. Снимайте ваш фартук. Людмила, вы таранно насмехалися над Игорем. Адже ваша самовпевненість вас сьогодні підвела. Хитрость вам також не допомогла. Вы целиком заслуговуєте на цей черный фартук. Зато, Людмила, сегодня есть человек, который любит вас більше всех на этом проекте. Этот человек – Игорь. Вы его спасительница. Я так посмотрела на Игоря. Он просто спокойно вздохнул, что он хотя бы один раз уже не будет стоять после этого конкурса в черном фартуке. Сегодня вся команда «Красный» оделась в черное. И удачи вам на битве черных фартуков. Я скажу вам кратко и ясно. Это у них такая доля. Бабская доля. Вот в черных фартуках такое. Это судьба у них такая на данный момент. Дивиться без перервы на рекламу. Таимниче зникнение плит на кухне «Мастер-шеф». Я плиту-то украли. Как впораются без них участники. Військовая стратегия Даши Мельник. Крадежка заради перемоги. Опа. Ну тут ничего нет. Жахливый сюрприз для Ектора. На какашку похоже. Кулинарные пристрасти. Чи сможет Даша Мельник опанувати себя? Какая-то кулинарная истерика у вас, я вам скажу. А-а-а! Дизнайтеся замыть. На кухне «Мастер-шеф» начинается битва найслабших. Просто зараз четырем учасницам у черных фартуках доведется подтвердить свои кулинарные таланти. Та правила не в благані. Наприкінці конкурсу хтось з них залишит шоу назавжди. Добро пожаловать на битву проигравших. На протяжении программы все вы допустили ошибки. И сегодня будете сражаться за право остаться на проекте. Но кому-то из вас придется навсегда проститься с мечтой стать мастер-шеф. Даша, вы пропустили прошлую битву проигравших. Надеюсь, сегодня вы себя хорошо чувствуете? Ничего не помешает вам проявить себя? Я себя чувствую достаточно хорошо для того, чтобы бороться сегодня. Для этой битвы мы приготовили то, что особенное. Подивите, сегодня ваши рабочие места изменились. У вас не имеет ни плит, ни духовок. Я плиту-то украли? Что делать? Я девочкам говорю, плиты нет, духовки нет. Я была в шоке. Думаю, ну первая мысль, что у меня промелькнула, она все. А что же я должна еще готовить? У всех был шок. Мы что, селедку мариновать будем? И ось ваше завдание. Вы маєте лише за одну годину приготовить три оригинальні страви, не використовуючи плиту. Что можно приготовить без плиты? Здається, варіантів небагато. Та, схоже, судді вирішили еще больше ускладнити учасникам завдання. Другая заборона – это салати и бутерброди. Доведіть, что вы здатні оригинально мыслите. И что в Чорном Фертуху вы сегодня випадково. Лише одна година. И три кулінарные шедеври от каждого из вас. Час пішов. Учасники поспешают до коморы. Схоже, у Світлани есть план. Вона впевнена и быстро набирает продукты. А у Тельміру завдание геть сбило с пантелеком. Что мне делать? Я зашла в кладовку, как же все девчонки. Мои говорят, девочки, я не знаю, что я буду готовить. Это ужас какой-то. А у Даши Мильник вирішила. Забагато техники не бывает. На столе девчины уже стоять мороженицы, миксер и комбайны. Та, здаясь, Даши и чего за мало. Людмила Онищенко и Эльмира Мартьян уже несколько минут шукают у холодильнику вершки. А сливки тут есть? Опа, ну тут ничего нет. Виявляється, Даша забрала все вершки, что были в коморре, и сховала их у своем столе. Неужели девчина забыла, что взяла зайвие пакеты? Сразу взяла эти кондицерские сливки и запрятала их. Я так поняла, Люда просила у нее сливки, но Даша не поделилась. Ну, это тоже в свою определенную степень стратегия. Ну, не то, чтобы стратегия, но тактика. Тактика Даши на войне, как на войне, спрямовывается против властных подруг и членов команды. Втім, Людмила переконана, вона впорается и без вершков. Замість сырного супа с вершками жінка вирішує здивувати суддів супом з огурьков и помидорів, уже перевереним нею карпатчо з лососем и третью стравою, маринованими цуккині із соусом с авокадо и сырых шампиньонов. За усіма столами уже кипит работа, а у Тельміра доси не визначилася з меню. Розгубленість и фактор часу заважають їй зосередитися. Минає десять хвилин. Даша Мильник кинула всі сили на приготовление морозива. Проте вона пішла наилегшим шляхом. Щоб суміш гарантовано заморозилася, додала туди усі поцеплені пакетики з вершками. Здається, Даша понад усе хоче довести, що і в попередній битві вона б з легкістю впоралася із завданням. Даша, ви пропустили попередню битву найслабшим. Які завдання особисто вам здається більш складними? Завдання сьогоднішньої битви? Чи все ж ви краще подоїли б корову? Я думаю, що якби я залишилася на вину, в битві проіграших, я б однозначно подоїла корову і однозначно б зробила морозива, тому що я на конкурсах неоднократно це робила. І це у мене виходить. Я бачу, ви сьогодні хочете довести, що ви зможете приготувати морозиву. Як ви його готуєте? Я схитрила, скажу вам чесно, взяла сливки для збивання спеціальні, які точно загустеють без проблем. Ектор сумнівається, що така кількість вершків не зашкодить морозиву. Та Даша переконана, вона все робить правильно. Людмила натхненно чеклує над соусом з авокадо і шампіньйонів. Та її результат дивує навіть учасників на балконі. Людмила, що ви готуєте? Спробуємо ваш соус з шампіньйонів. Смак дуже дивний. А зовнішній вигляд страви... Що ви плануєте робити з цим? Як збираєтеся виправляти ситуацію? Людмила, добре подумайте, чи варто подавати цей соус? А це що? Ви порізали капачу з лосося, але перед тим не зняли з рибешкіри. Ви збиралися подавати нам страву у такому вигляді? Людмила, ви хитруєте. Ви збиралися подавати лососі зі шкіркою. Це просто неприпустимо. Жах! Дохи Людмила думає, як рятувати свій соус, Ельміра, здається, опановує себе. Вона готує ноу-хау, яким планує здивувати Ектора. Здравствуйте, Ельміра. Здравствуйте. Як сьогодні ваші справи? Дуже переживаємо. А якою стравою ви сьогодні не здивуєте? Як би десерт, він називається лимонний сюрприз. Сорпреса де лимон. Сорпрес. Скажіть, а це буде приємний сюрприз? Чи не дуже? Я думаю, що приємно. Так, я бачу, у вас тут трохи масла. Ні, це не масло. Це майонез. Майонез? Так. Чуть-чуть сахар, щоб ми могли чуть-чуть сладковати, з лимоном. І ви покладете майонез на лимонний суком і зверху присиплете горіхами. Ну, добре, це одна страва, а як і інші дві страви, ви будете готувати? Ну, я не знаю. От апельсин діла, хочу нафаршувати апельсин-десерт такий зробити апельсиновий. А третій, якщо чесно, я ще не придумала. Вам потрібно працювати швидше. Тільки пам'ятайте, сюрпризи бувають і приємними, і неприємними. Я сподіваюся, що ви приємно здивуєте нас. Добре, дякую. Тепер Ельміра покладає всі свої надії на ще один десерт – фарширований апельсин. Випотрошила апельсин, потім випомнила, ну, як же я можу? Я не можу його зробити. Мені треба карамелізувати м'якоть цього апельсину. Тобто потрібна сковородка, потрібна плитка. Тепер Ельмірі доведеться починати все спочатку. Їй потрібно вигадати та приготувати ще дві страви, а часу залишається. Все менше. Увага, пройшло 35 хвилин. Будьте креативними. Ми чекаємо не лише смачні страви, але й оригінальну подачу. Тим часом Світлану Шептуху переповнюють ідеї. Тому вона вирішила готувати не три, а цілих чотири страви. Окрушку з редисом дайкон, сашимі з тунця, холодний суп гаспачо та сорбет з манго, м'ятним цукром та плодом дракона. Дівчина переконана, такі страви сподобаються суддям, адже їх, щоправда, не у такому екзотичному виконанні, дуже любить і чоловік Світлани. Спочатку дуже розтірялася, потім зібралася і почала вспоминати, що можна зробити без пліту. А ви, що, мужу, готуєте гаспачо і сашимі з тунця? Сашимі з тунця немає, а гаспачо, так, ми дуже любимо. Ви саді відеся в Донецькій? Так. Так що не хочеться к нему скоріне? Дело в тому, що він сказав, що без Победі не возвращається. Нічого себе! Тобто, якщо вдруг не буде Победі, значить, то ви гонят із дому? Не знаю, думаю, примет. Все-таки муж любимий. Анфиса, я на це шоу пошла только благодаря вашим словам, коли ви мені сказали, що треба не дому сидіти, а реализувати свої мечти. У вас неплохо получалось до сьогоднішнього дня. Посмотрим, що сьогодні ми. Час добігає кінця. Всі учасники на межі, а Люда так і не вигадала, як врятувати свій соус. Ручки дрожат. Ручки дрожат. Там і ножки. Що за така? Це паста з авокадо, шампиньонів, трохи кислинки, трохи сладостей. А це мариновані овощи. І втру. Звучить добре. Зараз прийду в крышу. Даша у паніців. Вершків у її морозові все ж нато багато. І воно ще не застигло. Тепер дівчина розуміє, що їй катастрофічно не вистачає часу. Чим у нас на перше, на вторе порадується? Порадую карпаччі стелятини і соусом гуакамолі. В рісових лепешках їли з брускетами ще не рішили, якщо чесно. Время-то скільки стало, Даша? Решайте, ви добудете. Восемь? Оно вже все готово. Все-таки не миновало вас мороженое, да, Даша? Не миновало, правда? Настігло. Даша, ви все полпачки послали. Нет. Туда ви торопитесь? Я не тороплюсь тут, просто оно плохо цепиться, потому что... Ну, нет, все, я тороплюсь. Это кулинарная истерика у вас, скажи. Ну, конечно, за час всю технику загрюблюсь. Смотрите, сколько вы сюда аппарат вбудно притащили. Даша, сейчас пора остановиться и закричать. У паніці Даша навіть не помічає. Вона не вставила до міксера ножа. Тож, замість того, щоб різати продукти, дівчина просто гає час. Там ножа нет. Да нож кинуть надо. Там не в этом... Что она мучиться, як там ножа нема? Она подключает блендер, нажимает, смотрит, не крутится. Она берет другой мотор, вставляет, смотрит, не крутится. А я понимаю, что он не крутится, потому что там нет ножа. Там два ножа валяются на столе. Даша истерист, вбивает блендер, присыпает все в чашку, начинает блендеровать. Ну, в общем, забавно. Залишилося всего три хвилини. Час презентувати стравері. Світлана настільки захопилася приготовлением, что совсем не залишила собі часу на презентацію страв. Часи, я ничего не укладываю. Шептуха, выкладывай. Поняла, что это беда украшать блюдо в последние две минуты. Из личного опыта это задница. Потому что руки дрожат, ты в панике, нервный. И Світлана забыла, что поставила свою окрошку с дайконом у холодильник. Десять, девять, восемь. Останні секунды и вона згадует, кидается до холодильника. Четыре, три, два, один. Час вычерпано. Неймоверно, Світлана не встигла презентувати свою четверту додатковую страву – окрошку. Я так смотрю на белеющую, одиноко, пустую тарелочку, рядом мисочку с окрошечками порезанной, и кефирчик мой с лимонным соком. И думаю, не удалось. Кроме того, девчонке не вистачило часу, чтобы прикрасить Сашими с тунцем. Неужели эти ошибки будут стоять ей место в проекте? Так, начнем пробовать ваше блюдо. Пожалуйста, Світлана. Так, як подали овочі ви, їх подають у дорогих ресторанах. Але от консистенція залишає бажати кращого. Мені подобається соус. Смак тунця дуже добрий. Але ваша презентация… Світлана, через неї ви втратили дуже багато балі. Десерт у нас із чого? Це ананас в мятному сахарі і сербет з манго, який, к сожалению, растає. Знаєте, що, Світ, сарбет растаєл, манго не відчувається, але… Це вкусно? Дякую. 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 Даша, ви нам целых 4 блюда принесли? І ви нам показуєте, що в той раз у вас б все був би все вдалося. А с чим морожене? Ваймове морожене. Сверху притушено корицей. Дашечка, честно, назвати це морожене мене складно, тому що це похоже на сливки. Заморожені сливки. Ну, да, я согласна, що жирне морожене, але я думаю, це допустимо для нього. Треба підготуватися. Так, в мене все так плохо. Я пробувала ще, коли готовила, со мной було все в порядку, до сих пор жива. Це має вигляд морожене, але це не морожене, це суцільний жир. Якби цю страву скуштувала дитина, її б одразу знудило. Даша, це отрута. Посуплені вершки зіграли з Дашою злий жарт. Її страва вийшла просто найзістювною. Ви вважаєте мене Ганніпалом, Ектором? Та, що з таких шматків м'яса можна шопити хіба що супню для Лейді Гаги. Ця страва взагалі не має права називатися Карпаччо. Мені шкода. У справжньому Карпаччо шматочки м'яса дуже тонкі і їх розташовують по полу. А ще у Карпаччо додають оливкову олію, свіжий перець, білий чорний перець та морську сіль. Гуакамоле олію непоганим. Дашо, ви що додали до гуакамоле петрушку? Величезна помилка. Якщо б я б мексиканцем, я б негайно вказав вам на двері. А, ви додали до гуакамоле. А, ви додали до гуакамоле? Ви додали до гуакамоле? Красиво-некрасиво? Я перестала Даші довіряти. Лимоне-сурприз. Ніколи я не чув таку. Ще треба туди 25 грамів кон'ячка. Ні? Вибачте, але майонез, цукла, сир, лимон. Я у житті багато дивного куштував, але це занадто. Ельміро, дуже, дуже неприємний сюрприз. Куштуємо гаспачо. Ельміро, будь ласка, ви навіть не процедили томатний сігук. У цьому гаспачо і є грудочки. Навіть не знають. Смак? Ну, перець варширований сиром, с чесноком і майонезом. Ось таке блюда часто робила моя мама. Його подають з гренками, але... ...из-за отсутствия плитки я не зробила гренки. Надо выдумувати, що зробити, якщо немає гренок. Але подавати блюду, який паштет, який ні на що невозможно намазати, ...очень странно. Людмила, будь ласка, висіть сюди ваші шедеври. Дивіться далі. Доленосне рішення. Хто з учасників назавжди залишить кухню? Мастер-шеф. Вам треба прощатися. Битва найталановитіших. Сьогодні у постшоу перевтілитися у першокласних кухарів спробують зірки. Україна має талант. Куром я б... Опустила без тебе земля. Все, качка на тій стороні буде дуже сумною. Ризикована оригінальність. Чою страву не варто було б показувати Наомі Кемпбелл? Посмотрите! З бумаги! Дізнайтеся за кілька хвилин. Четверо найслабших кулінарів Мастер-шеф виборюють право залишитися в проєкті. Вони мали годину на те, щоб приготувати три страви, не використовуючи духовок та плит. Відведений час минув. Судді спробували більшість страв учасників. Втім, мало хто сумів потішити їх оригінальним смаком. Людмило, будь ласка, везіть сюди ваші шедеври. Розкажіть про вашу першу страву. Це маріновані цукіні і паста з авокадо і шампиньонів. Уявіть, що у ресторані клієнту приносять страву, яка має ось такий вибір. Клієнт не буде навіть дивитися на неї. Я думаю, що якщо скомбінірувати його з марінованими цукіні, то це буде неплохо. Зараз я спробую. Можливо, моя думка зміниться. Людмила, я ж вам натякав під час приготування, щоб ви змінили страву. А чому ви вирішили замаринувати лосося в апельсиновому соку? Ні, я не маріновала з апельсинами, я просто положила на кусочки лосося. Людмила, коли ви берете лосося і накриваєте йому скібочками апельсина, це означає, що смак апельсину перейшов на лосося. Що ви його замаринували у апельсині. Людмила, це не страва. Цей томатний сік і пюре огірка просто катастрофа. Збирайте. Суддям потрібно прийняти складне рішення. Одній з учасниць сьогодні доведеться піти. Ви все сьогодні приготовили нам небезупречне блюда. Людмила, все сьогодні у вас не задалось. І лосось почему-то ви решили робити в апельсинах. А ваша паста, це тож був неудачний ход. Дарья, на мастер-шефі все-таки треба научити не тільки робити вкусне блюда, але ще й подавати. Ельмир, коли ви робите якийсь сюрприз, треба бути готова к тому, що це може розочарувати когось. Ви рискнули, називая, во-первых, своє блюдо сюрпризом, а во-вторых, делая блюда, сладке блюда с майонезом. Суп ваш тоже не получился. Ну, а для вашей довольно неплохого сыра не хватило какого-то еще элемента света. Ваши гаспач, ваш тунец были небезупречны. Но вы сегодня нас порадовали своим десертом и своим талантом, который открывается у вас. С каждым днем все больше и больше продолжать в том же духе. АПЛОДИСМЕНТЫ Светлана скоро сталася своей интуицией и впоралася на витрину від вас трех. АПЛОДИСМЕНТЫ СВЕЛИТСМЕНТЫ Зніміть, будь ласка, ваши чорни партогрени. СІБАТИ СІБАТИ Пасту, авокадо и сырых грибов? Мені досі мотрошно. Ельміро, скажіть мені, будь ласка, чому ви не процедили сут? Ваше морозово было бы просто жахливым. Даша, вы пропустилися очень много помилок. Вы сделали неизбежное морозово и очень плохое карпетчо. И сегодня вам счастливы, потому что стравы двоих других участников были еще гиршими. Даша, возьмите ваш белый фартук. Эльмиро, у меня для вас также сюрприз. Эльмиро, такие десерти неприпустимы, и поэтому вам нужно прощаться. Прощаться с старыми рецептами. С неистивными стравами. Прощаться с усим, что заважает вам статы справжним мастер-шефом. Эльмиро, а что вы плачете? Эктор же сказал, что у нас для вас сюрприз. Знаете, какой? Вот этот, Эльмиро. Вы получаете назад свой белый фартук. Идите сюда. Вам идет, Эльмиро, улыбаться. Слышите? Не плакать, не плакать. В тот момент, когда я иду к девочкам, Даша хотела меня обнять, утешить. Я тут же мимо нее прошла, и прошла назад, не хотелось мне с ней. Если бы сегодня уйти, Даша, я бы не построилась. Людмила. Людмила припустилася найбільшой кількості помилок. Тому сьогодні вона назавжди залишает кухню мастер-шеф. Вам очень часто доводилось быть в черном фартук. Могали вы боролись, и каждый раз доводили, что вартийся в мастер-шефе. И теперь я прошу вас, Людмила, продолжайте экспериментовать. У вас є хист, проте я вас благаю, ніколи, ніколи більше не змішуйте авокадо и шампиньори. Пожалуйста. Хорошо. И продолжайте рисковать, Людмила, потому что рано или поздно вам удастся выпить шампанское. Я знаю. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое всем. Я желаю, во-первых, ребята, я желаю, я благодарю Бога, что я с вами познакомилась. И, конечно, победитель будет один. Но у каждого из вас свой жизненный путь. А кто меня терпотеть будет? И очень хочется, чтобы в вашей жизни вы добивались огромных побед. У каждого есть свои сокровенные желания. И дай Бог, чтобы они исполнялись. Я тебя люблю. Все, счастливенько, Людочка. Все, слава. Удачи. Удачи всем, ребятки. Я говорю, Люда, я не знаю, как я буду тут без тебя. Мы так друг к другу привыкли, вы себе не представляете. Что для меня такая трагедия, что она уходит. Она невероятно классная. И я безумно буду за ней скучать. Честно говоря, сегодня бы двоих за компанией еще бы Дашку туда бы отправил домой отдыхать. Но она такая девушка, что у нее принципы такие, что она пойдет по трупам, но будет своей целью достигать. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИВИТЬСЯ У НАСТУПНИЙ ПРОГРАММЕ ДИВИТЬСЯ У НАСТУПНИЙ ПРОГРАММЕ Что вам хорошо служилось. За межами можливого. Вова, ну ты мужик, давай держись. Як перетворити звичайные овощи на вишуканный десерт. Овощи. Сегодня мы попробуем с вами посмотреть на них совершенно с другой стороны. Дизнайтеся ревно за тиждень. ДИВИТЬСЯ У НАСТУПНИЙ ПРОГРАММЕ ДИВИТЬСЯ У НАСТУПНИЙ ПРОГРАММЕ ЯКИ БУДЕ СКЛАДНО ВИЗНАЧИТИ ПЕРЕМОЖЦЯ ПОЧИНАЇЦЯ ЦІЇ МЕТІ Після зізнань про те, що собаку звуть Ектором, хто після такого даватиме кулінарні поради? ДИВИТЬСЯ У НАСТУПНИЙ ПРОГРАММЕ Добрый вечер! Доброго вечера! Вітаємо вас на найбільш непередбаченому кулінарному шоу України. Дві звізди, унікальне блюдо от Ектора, ну і, звісно ж, судді, які оцінят кулінарні возможности наших гостей. Наші судді – це Володимир Татаренко, Анна Тарасенко та Ігор Місевич. Ігор Місевич, сьогодні Ігор поборов найважчий для себе конкурс. Вперше за всю історію шоу він успішно пройшов преша-тест. Пляшите, Ігор! Анна Тарасенко. Протягом виїзного конкурсу Анна була найактивнішою учасницею синєї команди. Її бісквіт з фруктами став головною причиною перемоги синіх фартухів. Красно или синє? Синє, синє, синє. Вау! Володимир Татаренко. Попри те, що на Володимирі був чорний фартух, на виїзному змаганні команда синіх обрала своїм капітаном саме його. І не прогадала. Володимир не лише привів своїх колег до перемоги, а й отримав від суддів безцінний подарунок. Володя! Да? Знімайте ваш чорний фартух! Ця трійка довела, що їхній кулінарний талант відточений до близьку. І саме через це сьогодні вони посіли суддівські місця нашого шоу. Приємно вас з'явитися, добрий вечір. Нам теж приємно. В своє час ці люди покорили всю Україну. Ковченко вразили суддів своїми яскравими образами. Та кожного етапу конкуренція між найталановитішими людьми країни ставала ще запеклішою. Але саме Валерію та Артему вдавалося дивувати українців неймовірними перевтіленнями. Завдяки цьому їм вдалося потрапити до десятки найкращих талантів України. Для мене це була найбільша награда. Якщо з дитя голосували, це значить, що цікаво, це значить комусь треба. І це ще раз дає невіру в себе. Чесно, мені хотілося дуже фінал. Я пам'ятаю, це зайти в десятку талантливих людей України. Сьогодні боротьба хлопців, які завжди готові змінюватися, продовжиться. На Артема і Валерія чекає надскладне завдання. Тільки у нашому шоу вони продемонструють, кому найкраще вдасться перевтінитися у першокласного кухаря. Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Як настроєння? Здравствуйте. Все лише добре? Здравствуйте. Хочу сразу обратитися. Друзья мои, приходилось ли вам заглядывать на кухню не для того, чтобы 1 января попить водички, а для того, чтобы там, ну, я не знаю, попробовать свои силы в кулинарії, простите меня. Ну, вообще, я мастер розогрева. Ммм, да. Это у меня, получается, лучше всего. Валерію та Урсу, я знаю, що ви обоє співаєте. Скажіть, чи обмежуєте ви себе у якихось продуктах, які можуть погано вплинути на ваші голоси? Чи ви їсте усе підряд? Я все день. Усе. Я перебираю, если честно. Вышли влюблено. Прошу. Сьогодні ми приготуємо ось яку страву. Протягом п'яти років я працював у Бостоні. Щороку у Нью-Йорку проходить особливий захід. Він називається «Нью-Йоркський тиждень моди». Ми співпрацювали разом з модним домом Луї Вітон і їхніми моделями. Це був єдиний випадок, коли Луї Вітон вирішив влаштувати такий обід. Ми дуже нервували. Нам хотілося приготувати щось дієтичне, бо моделі їдять лише легкі страви. Але нам висунули одну умову. Наомі Кемпбелл хотіла скуштувати качку, а не щось дієтичне. Вона хотіла спробувати щось дуже смачне і жирне. Сьогодні ми готуємо смажену грудку каченята, яка подається із соусом пац та маринду. До качки ми подаватимемо пюре з сочевиці. Зараз ми зробимо пюре з сочевиці. Спершу потрібно обсмажити помідор з цибулею, шалот і чесником. Окремо обсмажується сочевиця до м'якого стану. Після цього дістаємо сочевицю з води і кладемо її на пательню з помідором, цибулею і чесником. Потім спиваємо цю суміш у блендері. Візьміть сотейник, наповніть його водою наполовину і поставте його на плиту. У той час, як гріється вода, наріжте, будь ласка, помідор, половинку болгарського перцю і один зубчик чеснику. Нарізайте не дуже великими шматочками. Пиментон. Можна усе це нарізати кубиками середнього розміру. Один зубчик чеснику і одна цибуле на шалот. Урсуло, а ви раніше готували? Ну, готовлю, да. З кухняю я не сильно. Чому? Не знаю, якось не дано, видно, не знаю. Я готовлю, звісно, для себе, але сказати, що я спец в кулінарії – це ні. Хоча я люблю покушати в кулінарії. Валера, а ти вообще готовиш? Ну, чесно кажучи, давно не практикувався в цьому. Але надіюсь, що тут, як в картах, в перший раз повезе. А, так це все-таки перший раз. Кубики. Кубики? Але у вас все дуже неорганізовано на столі. Подивіться, як усе організовано в Урсуле. Усе дуже правильно, дуже чисто, а у вас на досці і помідори, і все сміття. Валерію, ви раніше готували? Так, так, так. Оце, так, так, так. І одразу зрозуміло, що кожен день людина готовив. Закипіла вода. Бо, якщо вже закипіла вода, то покладіть, будь ласка, у неї сочевицю. У нас тут стався нещасний випадок. Урсула так поспішала, що порізалася. Ви добре себе почуваєте? Все добре? Да, отлично. Да, я скажу більше, Ектор, я сам от після постшоу, от, от, скільки ж пройшло, да, от. Дійсно, а не при кінці постшоу ви будете ось так ходити. Додамо олію на патильню десь одну столову ложку, небагато. Достатньо. І тепер все те, що ви нарізали, покладіть на патильню і обсмажте на середньому вогні. Будь ласка, вдягніть рукавички, ми будемо маринувати качку. М'ясо качки – це доволі жирне м'ясо. Качку обов'язково потрібно замаринувати, щоб вона легше випускала свій жир. Дістаємо качку з упаковки, додаємо до неї сі і перець. Віктор, а у мене вопрос, який інтересують не телезрителей, а мене. Правда ли, я где-то слышал, що якщо в час приготавління чоловік напіває щось м'ясо, то воно становиться вкусніше і м'якче? Безперечно, я завжди казав, що їжа вбирає у себе енергію. А якщо кухар ще й співає, то страва стає набагато смачнішою. Так, можливо, ми прямо зараз попробуємо, пускай наші гости зарядять куриную грудь. Да, вжеж. Да, Валера, давай, сразу попробуем. Зарядим эту утку. Ты для мене, как заря, как весна, как счастье глоток стала ты для мене. У мене перья появляются. Да, да, оттопырилась немножко. А може, с яким-то голосом, щоб пафосна утка получилась? Опустела без тебе земля. Це як-то навіть дуже жизненно получилось. А все, качка на тій стороні буде дуже сумною. А я хочу почути цю пісню, завдяки якій качка стала б щасливою. Не знаю, що співати. Пусть що заспівати. Я пую класику. Давайте. Вау! Бачите, яка у нас усміхнена качка. Тут качка вже посміхається. А здесь плачет. Будь ласка, візьміть плівку, накрити на якачку і залиште її маринуватися. Пленку. Пленку. Ну, і куди її дівати? І все ставимо тут. Вона должна какое-то время настояться. Тому що ви зарядили, в принципі, утку піснями. О, це все вже краще. Мій біен. А ora патус там паку мас контенту аддит. Там тепер качка стала набагато щасливішою. Валера, скажи, а ти змог би спародировать Ектора? Я хочу тебе признати, що моїх родителів в селі собаку зовуть Ектора. А не все переводять Ектору. Що я сьогодні побачив? Сьогодні я познайомився з людиною, яка не міг готувати, та ще й не надто відчувала. Після зізнань про те, що собаку звуть Ектором, хто після такого даватиме кулінарні поради? Його собака? Все. Ектор. Верній, не так, Валера, я маю відкрити тебе секрет. В Європі некоторих собачок називають Валера. Аби ви побачили, Валера, що я не ображаюся, ось вам порада. Злите воду і викладіть на тарілку сочовицю. Краще візьміть, Валера. Так, так. О, дякую, я не можу знайти їх деревяне. Краще візьміть. Дякую. Коли овочі добре обсмажаться, ми додамо до них сочовицю. Це є вегеталі, які вже сочовувалися. Ви бачите, як важливо, Дмитре, не давати негативних коментарів стосовно шеф-кухарів? Тому що рано чі пізнув, шеф тобі знадобиція. Ектор, а можна я задам вопрос, который интересують не тільки мене і мільйон телезрителів, а вообще всіх на цій планеті? Особенно ті, хто ходить часто в ресторани. Я где-то слышав, вот, ну, надеюсь, гості не дадуть мені соврать, що якщо ти нагрубиш, наприклад, офіціанту чи шеф-повару, то на кухні, коли будуть тебе готовити блюда, можуть в нього плюнути. Це правда чи ні? Таке можуть вчинити тільки непрофесійні кухарі. Я такого ніколи не робив. Ніколи вісту. Уважаємі судьи, случалось ли у вас, ну, не буду спрашивать, сделали ли вы то, о чем я щас спрашивал, когда приносили блюда Эктору, Анфисе і Николаю. Я хотів спрашивати вот о чому. Возникало ли иногда желание це сделать? Категорически нет. Почему? Карма ж і есть. То есть, в принципі, я понял, все красиво, все правильно. Не нароюсь я щас никакой інтриги, да? Не знаю правду, не скажете вы мне. А ми правду кажемо? Це є правду. Ми кажемо правду. Эктор, я хотів би обратитися, я щас розмовляюв з ребятами. Они мені чесно в один голос себе признали, що у них иногда возникало желание напакостити вам, Анфисе і Николаю. Да-да. Поклєб. Ні. Це правда? Це правда, Эктор. Це абсолютна правда. Можливо, можливо, вважали Диму на вранье. Ну, чесно, Дима, давайте не будемо. Дима, ви не перша передача. Він постійно нас хоче скобробинкувати. Ви стверджуєте, що Дима бреше? Дима не може брехати. Подобіться у його чесні очи. Як він може брехати? Нос, нос. Нос. Ми такого не могли сказати. Ребята, ребята, ну как же вы могли? Ай-яй-яй. Дима, Дима, да. Ну, вообще, хотелось бы научиться готовить, не знаю. Я, я, нет, я, честно, ну, как бы, для себя я не люблю готовить. Ну, как бы, то есть, не то, что не люблю. Но для себя я не буду там какие-то делать приготовления сильные. Большинство я буду готовить что-то интересное, если друзья, или кто-то ко мне приезжает. То есть, для себя я всегда перекушу быстро, там, не знаю, даже бутербродом каким-то, и все. А для кого-то я могу и в духовке, там, и рыбу. Я очень люблю все запеченое. Рыба, туриска. А, то есть все-таки есть навыки? Да, ну есть. У меня мама повар. Вот это да! Валера, удачи! Вода уже закипела, тож, коли закипела вода, потрібно взяти римскую цвітну капусту и кинути її в окріп. А тепер ми почнемо робити соус з тамаринду. Тамарин схожий на зеленок фасоль. Він має коричневий стручок, а всередині у него зерна, вкриті коричневою м'якотью. Складність полягає в том, щоб відділити м'якоть від цього насильня. На смак тамарин дуже кислий. Вам потрібно очистити тамаринд від шкірочки. Ви побачите всередині насильня. Дістаємо з них м'якоть і кладемо її на пательню. Воду, яка лишилася від сочевиці, заливаємо у цю м'якоть. І поставимо пательню на плиту. Пройшло три хвилини, а отже римська цвітна капуста вже готова. Вимикайте пательню, а воду злите. Вилий воду і заливіть холодною. А, вилий воду і заливіть холодною? Виливай воду, Валера, і заливай холодною. Знаєте, по-моєму, у нас єдинственне шоу, де судді проявляють доброту душевну і іноді підказують учасникам. Ніхто з соплів. Не підказуйте. О, я вас знову вдав, кажеться. Як у мене так виходить, звичайно? Ми поклали тамаринт у воду з-під сочевиці, аби зробити його більш м'яким. А тепер нам потрібно процідити цю суміш через друшляк. Дуже обережно почистимо топінамбур. А після цього наріжемо його тонесенькими шматочками. Топінамбур чистимо, нарізаємо тоненькими скибочками, гарячу пательню змащуємо вершковим маслом і викладаємо скибочки так, наче хочемо вкрити ними дно пательні. Валер, я хотів запросити, я знаю, що у тебе постійно розвиваєшся, у тебе постійно з'являються нові пародії. Є. Ти осваиваєш нові голоси. А вот щас у тебе є якийсь цей любимий персонаж, який тобі наиболее симпатичний? Ну, це, наверное, Александр Пономарєв. Ммм, так і що? До української естраді. А можеш, що-то сходу, не знаю, там вот. А можна очки попросити у члена? У очки. Владимир, давайте я вас назад проведу. А все нормально. Я не такой слепой вже. Друзі, а у нас сегодня на кухні. Вообще ничего не видно? Ничего не бачу. Александр, спойте, пожалуйста, мне что-нибудь из новенького, свеженького. А зараз я для вас заспеваю ремикс на пісню «В траве сидел кузнечик». Очень интересно, так. Давайте, Александр. Доску чарави, сок, дві ложки цукру і пів лимона. Лимон. Вычавлюємо пів лимона і додамо шматочок лимонграса. Так, давайте, может быть, послушаем, да? Ремикс на пісню... О, правильно. Мохнатый мікрофон. В траве сидел кузнечик, да. У травички сидел цвіркунчик, та не знав, чого він хоче. Був зелений у нього костюмчик, біля річки струмок дзюркоче. Та підкрила спідступна жеба, зелененького з'їсти зібралася. Та як всяка нормальна баба, в цвіркуна вона закохалась. Але він стрибає на нею. Якщо ви хочете насолодитися оригінальними і смачними стравами у себе вдома, ви можете знайти їх у журналі «Мастер Шеф». Саме тут я розкриваю усі свої кулінарні секрети. Дивіться далі. Майстер-клас від ектора. Що ще зробить легендарний кухар, аби донести прості кулінарні істини? Урсула, бажаю вам успіху. Ризикована оригінальність. Чию страву не варто було б показувати Наомі Кемпбелл? Посмотри! З бумаги! Дізнайтеся одразу після реклами. З поверненням на запеклу кулінарну дуель. Сьогодні у першокласних кухарів перевтілилися зірки шоу «Україна має талант» Артем Семенов та Валерій Ізюрченко. А тепер цей соус з тамаринду поставимо на маленьке вогонь. Візьміть ось таку пательню, як для приготування линців, і поставте її на плиту. Виставимо високу температуру. Змащуємо пательню вершковим маслом. І зараз нам потрібно боротися з важким процесом. Слухайте, уважаю. Сейчас, одну секундочку. Що там сталося? О, ні, ні, ні! Що нам тепер робити? А ви знаєте, хто посоветував так нарезати? Я не знаю, хто міг таке порадити. Анна? Анна. Ні. Погадайте ще. Володимир. Володимир. Ні. Ігор. Ні. Це я. Я знаю. Звісно. Тут в Урсуле виникла проблема з нарезанням топинамбура. Тому що шматочки мають бути тоненькими і довгими. Урсуле, йдіть за мною. Урсуле, чому ви послухалися порад Діви стосовно нарезки? Не знаю. Тому що в мене другое видіння кухні. Тому що я експериментатор. Ну, звісно. А тепер зробіть ось що. Зверніть увагу. Коли воно сте не золотистим, його потрібно перевернути. Урсула. Урсула, бажаю вам успіху. Нормально. Все то же саме. На ось таку тацю викладаємо лист паперу. А тепер ми зробимо ось що. Перед нами п'ять спецій. Ми використаємо суміш з п'яти китайських спецій. До неї входять гвоздика, кориція, духм'яний перець, щепреця, також насіння коріандру. Ці спеції ми потрібніємо і змащуємо на михачку. Дістаньте з під столів вашій кухонній машині. Ось цей незвичний пристій використовується для подрібнення спецій. У нас є насіння коріандру, у нас є духм'яний перець, трошки кориці. Поламайте корицу руками, візьміть шматочок кориці і поламайте його руками. І додайте гвоздику, духм'яну гвоздику, лише маленький шматочок. Все, 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 все. Серйозно, я ж, ну, 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 кусочек. А, кусочек? Коріцю. Чуть-чуть. Окей? Бо. Я просто случайно чуть-чуть не посоветував всю корицу добавити. Знаєте що, Дімо? Я думаю, що ви заробили покарання. Ні! Але спершу я спитаю поради суддів, щоб вони допомогли мені вигадати для вас покарання. Я б не обращався. Скажіть мені, як краще покарати, Дімо? А якщо ви Дімо заставите півгодини помолчати? О, це не мене? Ні, тільки не це, будь ласка. О, це не. Ні. 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 Кідав? Я віду граузь. Кей, кон у томатин лавоку? Що, помідорами? Така, закрытой. І замотати? Так. Мені так делали в піонерському лагері. Піонерському лагері, будь ласка. Піонерському лагері. Піонерському лагері. Ха-ха-ха. Музика. А-а-а-а. І, кон лосоидо дестападос, пара кіпуэда скучарнос. Але ви будете нас чути, бо вуха у вас відкриті. Відчуваєте тишу? Да, да. Ха-ха-ха. Тодаві я ставляю. Але він все одно розмовляє. Чуєте? Ні не може її її комати. Давайте дістанемо помідора. Ммм. Кузна. Ммм. А зараз ми переходимо до наступного етапу. Валерію, це дуже важливо. Ммм. Вімкнемо кухонні машини і змелемо спеці. Достатньо. Цього вистачить. І знімемо цю насадку і відставимо її у бік. Візьмемо сучовицу з овочами і покладемо її сюди. І? Скільки нямножко? Нямножко, ну, нямножко. Вімкнемо ці машини. Викладаємо цю суміш на ту шпательню, на яку вона була. Вдягніть знову рукавички і візьміть ту суміш спеці, яку би приготували раніше. Вдягніть рукавиці і додайте трошки спецій до качки. Покладіть качку на дошку. Ножем зробіть неглибокі надрізи з боку шкіручки. А тепер додамо трошки приготуваних нами спецій. Будьте обережні, ці спеції дуже міцні. Додамо їх зовсім трошки до качки і своїми руками зробимо качці масаж. Дуже міцні, дуже міцні. Все сыт, Валера. Сыт, все. Им пробовать все сыт. Всю банку. По лицу живого чоловіка з сковородкою. Виктор, ми живемо в цивилизованому обществі. По затылку, да. І не по лицу же. А тепер візьміть ось таку пательню і розсіфрити її до максимальної температури. О, що це таке? Забагато спецій. Валера, смотри, я тебе говорив, це не я, правда. Воно почерніло від спецій. А зараз почистити два зубчики чеснику і мілко їх нарісти. Дві дольки, да? Дві, дві. Так, чотири дольки. Дос. Дві. То я сказав, дві до чотири дольки чеснока. Два. Я же говорю, два. Беремо качку і викладаємо її на пательну шкірочкою донизу. Качку потрібно готувати до середнього ступеню просмаження. Помилка може полягати в тому, що м'ясо можна або пересмажити, або воно залишиться середньо. Качку потрібно добре просмажити зі сторони шкірочки, аби вийшов у виджжі. У вас є римська цвітна капуста. Вилегте воду, покладіть її на пательню. Додайте одну ложку вершкового масла і потім покладіть туди чеснень. Поставте сочевицю на плиту на середню температуру. Соус з тамаринду поставте також на плиту. Дістаємо пергаментний папір і викладаємо його на тацю. А зверху кладемо качку. Зараз вам потрібно викласти усі продукти на тарілку так, наче ви обслуговуєте Наомі Кемпбел. Але у вас буде обмежений час, лише сорок п'ять секунд. Я рекомендую на дну тарілки викласти пюре з сочевицю. Зверху покласти кілька шматочків римської цвітної капусти. На вершині викласти тонко нарізану качку з соусом. Один, два, три. Час п'ять секунд, для того, щоб успеть красиво подати блюда. Ась, нутка хороша. Швидше. Я б всегда любил этот момент. П'ятнадцять секунд вже пройшло. Ну що? Да-да. Двадцять секунд. Посмотрите, напоминає мені советські времена. Залишилося п'ятнадцять секунд. Десять, девять, двісять, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, стоп! Вот это да! Вот это да! Не в каждой шаурмяшной увидишь такую изысканную подачу. Посмотри! С бумагой! Правильно, потому що китайці, вони не тільки любят есть, вони ще любят іероглифи писати. Я абсолютно согласен. Я такого ще не видел. Наші учасники добре попрацювали. Тепер прийшов час куштувати ці страви суддям. Друзья ми, любите ли ви експерименти над людьми? Не удивляйтесь, я зараз говорю о дегустації, которая предстоит нашим суддям. Ігорю, почнемо з вас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Валер, щивеце класно. Почему вы нічого не говорите об утке? Вы не смогли отрезать кусочек? Чого не зміг? Я згів кусочек. Я просто не кажу, що за утку бі ніхто не пробував. А, я понял. Дима, Дима. Ладно, не будуть зголовіться. Заділо, нужно оторвати бумажечку. Конечно, обязательно попробуйте кусок бумаги. Мне утка понравилась. Соус засолодкий, сладковатый. Капуста тут краще. Аня, прошу. Странно, что ваш соус оказался на пюре из чечевицы. Мне кажется, он все-таки полагается в утке. Я просто не знал, где он должен был быть. К сожалению. Потому что, мне кажется, он должен дружить с уткой. Скорее всего, да. А вы как-то их неожиданно подружились с пюре. Не успел туда... Следующий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что могу сказать по блюду Урсулу? Мне нравится пюре, потому что консистенция у него намного мягче. Оно более воздушное почему-то получилось. Возду добавить. Даже по утке однозначно хорошо, что она не пережаренная корочка. И нарезка засечек вам удалась. Соус мне нравится. Капуста довольно-таки хороша. Пойду думать. Спасибо. Владимир. Присутствие топинамбура меня действительно радует. Но вот это вот все на ляпость ваша. Да. Не, ну, вам нравится, я смотрю, вы не отходите. СМЕХ Пали всякий залокерек. Сдаётся, он все хочет съесть. Я просто стараюсь подумать. Смотрю на тарелку и думаю, много жира плавает. Ну куда же это? Это соус. И ваша, и ваша утка немножко переготовлена. Это очень сложно понять сейчас. Соус. Леменграсс надо убирать. Кого надо убирать? Он несъедобный. Кто из вас был лучшим, кто был худшим, я это озвучу немножечко попозже. Ну что ж, Эктор, сложно сказать, получили ли удовольствие наши судьи от дегустации, но, по-моему, пришло время решить, кто же сегодня из наших гостей стал победителем. Ваш ворудок. Я свой голос отдал Валере, потому что мне сподобался его соус, его чечевеца, а у Урсули сок утка была хорошая, но соус был для меня засолодкий. Ну что ж, Валеру поздравляем. Один голос есть у Валеры, но я бы ещё не расстраивался, потому что ещё два члена жюри, которые ещё могут говорить после дегустации. Мы непременно воспользуемся этой возможностью прямо сейчас. Анна, прошу. Мне понравилось то, что Урсула была очень собранной, исполнительной, всё очень аккуратненько старалась сделать. А Валерий несколько был такой, а? Как-то его, наверное, Дима, что ли, отвлекал. Конечно, опять крайним остаётся. Я сделаю крайним Дмитрия. Я сендо, я сендо в Рома, с асеркадельном. Тащись меня, все надимаем, Эктор. А это вообще мы поговорим с вами потом. Говоря про чечевичное пюре, мне, конечно, больше понравилось пюре Урсула, потому что оно более нежное, мягкое. И несмотря на то, что Валера добавил довольно-таки большое количество воды, то есть я не знаю, с помощью Дмитрия, я не знаю, куда оно, к сожалению, у вас делось. То есть она какая-то стала такой туговатая. Вы большой молодец, потому что вы сделали правильный топинамбур. Это очень замечательно. Вы его положили, он у вас получился хорошим. И по утке, ну она была несколько пережарена по моему вкусу. И, к сожалению, вы не подали соус на утку, потому что это, наверное, бы как-то соединило вкусы и сыграло бы. Капуста классная, всё замечательно. Но я не знаю, может быть, потому что утка дружит с соусом здесь. И даже несмотря на вот эту вот странную бумагу, может, это была, как бы, знаете, презентация, типа, какой-то бы подарок для модели бы, пожалуйста, нужно раскрыть. И так, какая уточка. Вот, возможно, поэтому, но я хочу вам отдать свой голос, потому что мне понравилась очень утка, соус и пюре. И я готова закрыть глаза на бумагу ради этого. Хотя она красивая цвета. Какой момент, какая интрига? Не передбачивано. Один-один, начи в футболе. Аргентина против Колумбии. Один-один. Я Аргентина. Аргентина? Колумбия. Ну что ж, Володимире, вам слово. Тенель подаровано. Что я вам скажу? Урсуло, у вас были недостатки презентации блюда, это вообще, это огромная куча чечевичного пюре, меня вообще расстроило. Просто отсутствие топинамбура на тарелке, и кругом это наляписть, ну это куда, никуда не годится. Но что-то в этом есть, потому что вкус вашего пюре мне понравился. Валерий, в ваше блюдо присутствовали все наши ингредиенты, которые мы готовили. Пюре было немножко суховато, корочку утки вы действительно немножко перепалили, пережгли, она имела такую чуть-чуть неприятную, такую хрустящесть. Цветная капуста римская, мне понравилась ваша, но при этом все, огромное количество наличия жира на тарелке не спасает вас. В каждом блюде есть недостатки, каждое блюдо по-своему не идеально, но я вам скажу один такой маленький момент, но именно вкус пюре Урсулы мне понравился просто превосходно. Я отдаю свой голос вам. О, Урсула! Ну что ж, судьи сделали свой выбор. У нас определился победитель. Поздравляю. Нелегко было, правда? Ну, конечно, нелегко. Валер, расстраиваться не нужно. Нет, благодаря участию в сегодняшней передаче я просто начал еще больше оценить женский труд тяжелый. Кстати, кстати, чтобы не забыть, друзья мои, наверняка каждый из вас мучается вопросом, так ли выглядело блюдо, которое ела Даоми Кэмпбелл. Была ли на ее блюде бумага? Может быть, даже этот вопрос задает кто-то из вас себе. Прямо сейчас мы об этом узнаем. Я прав, Эктор? А у сестра Ва? О, Дмитрий. Дмитрий, за 15 секунд приготовить тысячу наших участников готуют протягом 3-х годин – это очень сложно. Это очень сложно, но а что это? Очень вкусно. О-о-о. При аппетите. Скажите, нравится, не нравится? Конечно. Конечно, что? Конечно, нравится. Конечно, нравится. Это приготовлено, конечно, профессионально. Очень вкусно. Ну что ж, спасибо. Возвращайтесь, пожалуйста, сюда. Урсула, Валера, вы сегодня потратили большое количество времени, усилий. Я уверен, что было, наверное, и нелегко, но, с другой стороны, будет что вспомнить. И вы знаете, не можем у вас просто так отпустить, поэтому мы с Эктором приготовили для вас хорошие, приятные подарки. Подарки от торговой марки «Кенбут». Соковыжималка, соответственно, достается вам, ну, а мясорубка – вам. Теперь у вас в руках настоящая удача. Я уверен, что вы знаете, что с ней делать. Спасибо огромное. Давайте поаплодируем нашим гостям. Напомню, у нас сегодня в гостях были Валерий Юрченко и Урсула. Суперфиналисты первого сезона шоу «Украина – моя талант». Ну, и уверен, мы еще увидимся с вами. Спасибо. Спонсор программы – торговая марка «Кенбут». Непревзойденная мощность, британский дизайн. Ну что ж, друзья, сегодня мы с вами узнали, что кушают манекенщицы, да, вернее, даже модели, такие, как Наоми Кэмпбелл. Оказывается, не всегда нужно придерживаться таких вот жестких диет. Иногда можно позволить себе и прекрасную, шикарную пекинскую утку. Сегодня мы започаткували новую кулінарную тенденцию. Теперь я подаватиму свои страви на папе, чтобы клиенты могли запаковать ежу, покласти ее в сумку и забрати додому. Навіщо есть в ресторане? Дуже дякую вам за то, что вы были сегодня с нами. Побачимось на найбільш непередбаченном кулінарном шоу Украины. Увидимся ровно через неделю. Пока. И узнаем, что Эктор готовил для Усама бен Ладон.